сначала была у нас пандемия потом у нас появилась война и все эти испытания они похожи на самом деле на те на те библейские признаки апокалипсиса до конца времен конца предыдущего уклада жизни мы действительно сейчас как будто бы оказались во время конца света у нас происходит апокалипсис абсолютно точно с греческого покалипсис это поднятие завесы да то есть все таки мы говорим о том что мы подходим к концу того как делались вещи и того как какая была энергия на протяжении практически наверное всей из истории человечества которые мы знаем вообще в истории человечества было вот эти там кто-то считает и маянцы считали и астрологи могут сказать что было четыре больших этапа по 26 тысяч лет они там делились на подэтапы но очень многие древние цивилизации из вас соответственно после этого уже это знание пошло дальше и в мистериях в культах она сохранилась говорили о том что вот в это время когда мы живем не важно там 98 или 2012 год произойдет что-то качественно другое и предыдущий календарь то есть предыдущий способ отношения к прошлому предыдущий способ жизни он исчерпает себя он просто будет не работать да но это было написано условно в каких-то священных это мои текстах это была информация людям которые погружены в духовную сферу доступная абсолютно точно то есть ты знал что это будет мы это понимали я думаю что даже сейчас если спросить многих а мне повезло спрашивать шаманов например в мексике настоящих шаманов которые соответственно имеют отношение к вот этой цепочки знаний если их спросить они говорят да мы это видели я конечно в силу того что мы все достаточно молоды мы не могли сказать условно говоря 2012 год наступил когда я собственно говоря мне было там 20 с небольшим и конечно у меня только все открывалось но сейчас я как будто бы уже ретроспективно понимаю о чем это было и вот это наверное важная тема который хочет сегодня поговорить почему вот эта точка является действительно огромным вызовом для человечества каким-то нереальным испытанием которая вроде как мы не ожидали ему же так устали от того что все идет так но в нем скрыто кое-что другое чем просто из серии надо пережить знаешь как тот мем бог нам послал это испытание чтобы проверить как мы его перенесем так хреново мы его перенесем то есть собственно говоря к чему нам вообще такие испытания ясно что перенесем ли да ясно же что я что вообще за проверки такие начались и дело-то не в том что мы а должны сейчас а то что мы видим опять разочароваться и разочароваться в тех опять же духовных открытиях потому что нам нам доказалось что все пойдет хорошо мы пойдем к просвещению к просветлению к вознесенной цивилизации каким-то там вот но вы туда шли и вы туда мы туда шли но я хочу сказать что мы не свернули просто на нашем пути стала проверка стало испытание которое является испытанием не на нашу выносливость не на нашего там не знаю борцовские качества да как мы там можем победить там тьму она то можем ли мы расширить наша уже заработанную духовность то есть можем ли мы применить то что мы почувствовали внутри на практике и проблема в том что я видел и в себе находил эти нотки когда мы сталкиваемся с глобальным процессом то в какой-то момент улетучивается улетучивается все то что ты наработал сначала ты медитируешь и находишься истину в словах о том что все люди равны все люди цены что разделение это очень очень грустно и это очень далеко от истины от правда от бога а потом ты обнаруживаешь что какой-то спикер говорит что одна там лучше страна другой одни лучше люди чем другие одни там правильнее поступают чем другие и ты понимаешь что все пропало то есть здесь мы потеряли связь мы не прошли в этом в этот момент испытания дальше когда мы говорим о том что не только тело когда мы говорим о том что у нас есть подключение к большему источнику вот этому квантовому источнику а потом происходит какая-то пугалка для тела болезнь или что-то и человечество начинает всерьез ругаться насчет того стоит ли там провести ту или иную медицинскую процедуру с телом или не стоит а вдруг это заберет нашего бога и бог опять сжался до какой-то коробочки который очень страшно потерять и опять мы потеряли связь и мы видим как я вот просто все эти пять лет наблюдаю как как мы теряем бога как мы теряем связь которую мы наработали и только некоторые очень редкие люди смогли сохранить себя то есть сохранить эту связь и удержать себя в вконтакте для меня это наверное самое лучшее доказательство того что человек действительно духовен если он в текущих обстоятельствах может не осуждать если он не поддается страху если он не уходит в этот дуализм если он не начинает ставить ну вы знаешь как карта дьявол да это что такое это когда материальное выше духовного да поэтому там влюбленные да но они скованные люблю две разные карты да но но на карте дьявол нарисованы такие же две фигуры влюбленных но только они в нару в наручниках нужно карта влюбленная эта карта выбора эта карта того что ты делаешь в сотрудничестве со своим духом да что такое духовность это возможность выбирать соответствии с собой настоящим а дьявол что такое это когда твой выбор скован материальному серии если я сделаю вакцину я потеряю бога и вообще у меня закроется крышечка раз дьявол тебя поймал а если я не займу какую-то правильную позицию там по поводу политического конфликта мне станет страшно и небезопасно все страх и безопасность опять сковали меня как будто бы в ситуации опять же вот такого детского радостного восторженного открытия духовных вещей мы так с удовольствием это все выбираем себя но как только что-то снаружи нас пугает мы сразу это придаем мы сразу придаем это в обмен на удобство в обмен на лайки в обмен на хайп в обмен на вот эти все вещи но с другой стороны не является ли это некая естественная реакция человека потому что испытание испытание если мы называем это испытанием испытание испытанию рознь правильно одно дело ты свою духовность тренируешь когда к тебе не знаю там свекровь приехала погостить на недельку и ты в состоянии это сделать а другое дело когда ну там не дай боже твоих детей забирают вместо проведения там военных операций тогда это чуть по шкале вот как знаешь каждому дается свое или какое тут видение у тебя смотри в том ты все и дело что у бога есть только одна загадка для нас у нашей души есть только одна загадка для нас мы опять в очередной виток уйдем в материальное то есть мы начнем зависеть от нашего страха и от наших уже наработанных способов выживать как только наработанный способ выживать закрыться обособиться занять позицию большинства безопасную заглушить в себе свой дух подавить его чтобы он не высовывал чтобы он не раздражал нас чтобы нас не будил по ночам уколами совести или все таки мы сможем довериться тому что есть внутри нас и это путь он всегда ведет нас к вот этой экзистенциальной огромной всеобъемлющей тревоги человечеству любыми силами вот по сути это главный вызов это тревога перед свободой тревога перед выбором тревога перед взрослостью настоящей взрослостью человечества и мы как будто бы сейчас опять оказались в этой точке когда вот уже все хочет чтобы человечество сделала какой-то выбор чтобы человечество наглядно увидела что старые способы не работает и ему это все показывается то есть мы видим в наших политических деятелей в наших духовных деятелей мы видим то что они не справляются с вызовами мы понимаем что путь защиты обособления агрессии ненависти лишение свободы а лишение выбора эти пути просто ведут планету к еще одной войне холодной до или горячей они ведут то есть это стало наглядно но знаешь чем уникальное сейчас время что раньше это не было наглядно то есть еще пятьдесят сто лет назад вот то что мы сейчас проживаем воспринималось бы как но всегда так было и всегда так будет и только за счет чего это стало наглядным а почему это не было наглядным раньше нас не было интернета у нас здесь два процесса есть конечно процесс понятно что распространение информации это внешний процесс но есть еще и изменение духовной основы человека и это даже ученые видят я про это очень на многих интервью рассказываю что даже современные исследования ценности показывают что внутри нас меняется то что мы считаем нормой то что мы считаем приемлемым она меняется пути постепенно через поколение но не уклонны сторону большего гуманизма и большей свободы мы хотим это потому что мы как будто бы не можем если мы уже что-то заработали а у нас вот это все-таки плохо подарила нам очень много она подарила нам и свободу перемещения и свобода доступ к информации и это это расширяет нас расширенная сущность и духовно интеллектуально не может назад сузиться и когда мы видим конфликт узкого и широкого как в книжке с 2150 александр те микрофилософии макрофилософии вот этот контраст его невозможно разведить то есть мы просто уже зашли туда откатиться и куда мы не можем но и здесь вот это вот тема невроза до потрясающая все большой окутывающий всю планету невроз заключен в том что как по-старому мы понимаем что мы жить больше не хотим мы не хотим доминирование границ и запретов мы не хотим чтобы кто-то решал за нас как нам куда нам направлять своих детей до умирателя или что-то еще мы не хотим чтобы кто-то определял через что мы будем устанавливать контакт с духом через какие практики или ритуалы в том числе и там социальные мы не хотим чтобы нам это говорили но мы испытываем дикий жуткий страх от того что нам нужно самим это выбрать именно поэтому психика она начинает избегать и уходить в в такие новым то что психологи называть психологическими защитами то есть мы говорим да нет это всего не этот там злые рептилоиды а мы вот можно сохраним наш мирок но проблема в том что это больше не будет работать вот такой такой способ когда ты просто отодвигаешь все говоришь ну наше дело тут мало и мы тут посидим на бале помедитируем авось что-то рассосется так вот суть в том что она не рассосется она не закончится вот очень хорошо ты подошел к вопросу который как раз я хотел спросить то есть целом занять такую позицию что я сейчас спокойненько посижу да посмотрю не высловываюсь тихонечко не отсвечиваю не отсвечиваю и мне как бы что-то в мире происходит оно пройдет а потом мы будем с новыми силами в этом плане очень очевидно конфликт именно этого мышления через вот между поколениями потому что поколение наших родителей и дедов у них вот эта позиция не отсвечивать она очень глубоко прошита она настолько глубоко прошита что люди просто не могут представить что какие-то вещи находятся тоже в управлении человека не в управлении высших эгрегоров типа вещь как власть или вещь как свобода предприятия когда то есть как будто бы как будто бы вот это вот то что там остается сакральность авторитетов сакральность лидеров да это это удивительно даже самые просвещенные могут сказать а власть дается богом вас не дается богом власть дается тобой мной саше оператором и еще многими людьми которые разрешают кому-то что-то как-то как-то распоряжаться нашими судьбами власть идёт от бога в том ключе что и от нашей коллективной силы, которую мы либо берем, либо не берем. Но проблема в том, что если раньше мы не были готовы взять это, то сейчас история показывает, что мы готовы. И история будет давать каждой стране настолько убогого правителя, настолько убогого лидера и каждое духовное общение настолько слабого и дисфункционального лидера, чтобы люди поняли, что если они не возьмут власть, если они не... Что такое взять власть? Начать делать свой собственный выбор в соответствии со своим духом. То эта ситуация будет просто приходить... Знаешь, когда система разбалансируется и с каждым шагом дисбаланс усиливается до такой степени, что в какой-то момент система назад не стабилизирует. Так вот, мы находимся внутри системы, которая назад на свои круги никогда не вернется. Не самоорганизуется. Не самоорганизуется в том старом ключе, потому что она самоорганизуется только за счет тысяч, миллионов, миллиардов точек опор, которые появятся внутри людей. Понятно, что это будет не быстро. Это не 100 лет, не 200, это может тысяча лет. Но мы хотя бы должны понимать, что сейчас приходит время, вот эта эпоха Водолея, то, что мы говорим, эпоха коллективного творчества, когда все-таки не мы будем выбирать какого-то эталонного лидера, который... А власть всех испортит, даже самого светлого человека. А мы будем строить организации, строить нашу жизнь на основах личного вклада, на основах личного участия в процессах. У нас не будет уже вот таких иерархий. Но иерархичность выбить из головы тех, кто оттуда несет старую энергию, практически невозможно. И в этом плане мы оказываемся на мосту, который в каждый момент, вот каждую секунду, он... Его трясет, и он... Там все меньше и меньше остается перемычек, чтобы мы могли перейти. Как будто бы тьма... То есть, что такое тьма? Старое сознание, которое действует методами выживания, которое решает, что мы лучше опять обособимся, всех напугаем, всех стравим между собой и будем в темноте комфортно сидеть. Вот как будто бы эта тьма, она просто сказала, мы не будем принимать будущее, мы не будем принимать открытость, мы не будем принимать свободу, мы не будем принимать личный выбор, мы не хотим это отдавать. Мы останемся в старом привычном. И она как будто бы развязала войну против всех новых людей. То есть, если ты посмотришь, то не только в этой стране, но и во многих других странах консервативные правительства, они буквально идут поперек ожиданиям молодежи. Они как будто бы пытаются вернуть вот это great again, вернуть былое величие, но былое величие не вернуть. И поэтому, наверное, мы все-таки придем к разрушению этого моста между прошлым и будущим, между старой энергией и новой энергией. И те, кто останутся по ту сторону, кто сможет перейти, кто сможет принять эту новую меру ответственности, вот они унаследуют Землю. И это не значит, что это те люди, которые там, я новый человек, у меня просто все сердце полно любовью, и я за новое, и я там... Нет. Землю унаследуют те, кто не утратит связь со своим духом, как бы не пугала тебя старая. А оно будет пугать еще больше. То есть, мы увидим еще больше пугалок в разных точках земли. Мы увидим обострение конфликтов в разных точках земли. Почему? Потому что то, что было тысячи лет вот в этом средневековом капсуле, в этой средневековой, начинает выходить наружу. Мы начинаем видеть, насколько уродливым было то сознание. И мы назад это не развидим. Есть такая аксиома духовной логики. Невозможно вернуться в менее осознанное состояние сознания. То есть, в моей любимой караиновской притче «Путешествие домой». Невозможно вернуться в менее осознанное состояние сознания. Мир не может развидеть новый уровень свободы, новый уровень личного вклада и радости от творчества. Ну, смотри, во-первых, это не видит далеко не все. Это видят далеко не все. Это раз. Два. Это очень, для меня, знаешь, звучит как бы очень теоретизированно. Да. И очень как-то, очень идейно, очень идеалистически. Как будто бы ты такой призываешь всех. Вот мне какой-то привкус есть проходить путь героя. Друзья, вам нужно не задаваться, вам нужно что-то сделать, вам нужно... Все люди проживают свою обычную жизнь. Да. И никому нафиг не уперлась. Извините, вырежете это. Это хорошая фраза. Ну, давай про это поговорим. Не вырезаем. И действительно, немногим людям охота бить себя в грудь, и я буду нести эти новые энергии. Во-первых, большинству это вообще не надо. Да. Путешествие героя – это путь старой энергии. Но нельзя людям обвинить людей в том, что они не хотят рисковать и выбирают лишний раз не свою какую-то внутреннюю правду, а сытость своих детей. Понимаешь, какая история? И вот это очень интересно. То, что работает для времени спокойного развития, не работает для времени кризиса. Путь... Давайте начнем с пути героя. Путь героя – это старая концепция, которая подразумевает, что мы должны сражаться и меняться, и только таким образом жить. И это тоже в определенном смысле путь выживания. Ты этому не призываешь. Я к этому ни в коем случае не призываю. Однако, надо понимать, что мир стал таким, что к этим людям, которые выбирали безопасность, к ним безопасность больше не приходит. Ты выбираешь кормить своих детей, детей забирают убивать других людей и самим умирать. Ты выбираешь не, как сказать, быть вне политики или вне общественных дискуссий, оно приходит к тебе домой, оно тебя уже трогает. Ты не можешь это избежать. В этом-то вся история, что мы находимся на пороге разрушения очень многих старых способов жизни. И это не только вопросы войны и мира, не только концепции государства, но и концепции нашей экономики, которая тоже основана на том, что идет вот эта невротическая накачка динамики, бесконечное раздувание вот этих капитализаций, когда рынок просто убивает любую возможность для творчества. И понимаешь, даже если ты сидишь спокойно и ты идешь по консервативному пути, отучил детей в институте или сам отучился, а у тебя не будет работы, потому что экономика так, она не может существовать в таком неврозе, как это было раньше. Ты думаешь, что ты выбрал профессию на всю жизнь, а у тебя не будет профессии на всю жизнь, потому что динамика увеличилась. Но ты же так поступаешь не потому, что ты что-то выбираешь, а ты делаешь выбор, видишь, как мир реагирует. Но твой выбор такой, окей, оно работает вот так, и продолжаешь делать так. А не потому, что ты такой, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я буду вот... Есть же какие-то правила, по которым работает сейчас экономика, бизнес и так далее. Мы с тобой как бы говорим в общем, давай конкретнее. Вот смотри, все то, что внутри нас происходит, каждый маленький выбор, начиная с чашки кофе, заканчивая выбором партнера по жизни, что безумно важный выбор. Каждый этот маленький выбор мы можем делать под воздействием ангела и демона, знаешь, на плечах. И демон не будет говорить языком соблазна. Демон будет говорить языком выживания твоей трехмерной материальной тушки. И этот демон, он неплохой. То есть не надо считать, что это прям что-то не то. Но проблема в том, когда только он у тебя на плече. Но есть еще твой дух, твой внутренний ангел, который мыслит абсолютно другими характеристиками. Он мыслит эволюцией твоей души. Он мыслит радостью творчества. Он мыслит твоей свободой. Он мыслит тем, насколько ты можешь быть открытым миру. И это тоже очень важная часть. Проблема в том, что всю историю человечества все жили только слушая один полюс. Мы как бы в нашей религии говорим о том, что в нашей культурной системе говорим о том, что идти путем зла нехорошо, потому что это зло. Но фактически мы порождаем войну за войной, насилие за насилием, именно потому что мы слушаем только вот эту одну половину. Я не призываю вас всех уйти из дома босыми и пойти в доверие к миру автостопом творить до Индии. Нет. Я говорю о том, что в вашей жизни, возможно, там, где вы чувствуете самую большую фрустрацию беспомощность, вот там лежит точка, находится точка для расширения вашей духовности. Что значит расширение вашей духовности? Там лежит новый этап контакта с собой. Там лежит новый этап вашей свободы. Там лежит точка, где вы можете освободиться и стать большим собой. Потому что если старые способы для вас не работают, а они в какой-то момент для каждого, они не будут работать. Как знаешь, вот с отношениями, да? Если эти отношения, да, перестают любые, там, рабочие, деловые, личностные, ты понимаешь, что ты в них больше теряешь, чем отдаешь. Если ты понимаешь, что эта структура мала для тебя, то ты можешь пытаться успокоить себя, что это так. Но твое тело и твоя психика не разведят это. Она хочет пойти дальше. И проблема не в том, что что-то не то произошло, что ты оказался в плохих отношениях или в плохой стране, или в плохой историческом этапе. Нет. Это значит, что ты перерос. Именно из-за этого ты испытываешь дискомфорт. И поэтому я призываю, не призываю людей идти и бороться с прошлым, или идти в новое каким-то с мечом обнаженным. Я призываю людей обнаружить больший потенциал в тех местах, где вы чувствуете самую большую усталость или разочарование жизни. А давай поговорим про разрыв моста. Ты так это сказал. Красиво, что рухнет мост между некой старой философией, старыми энергиями, и новые приходят, и вот этот мост, соединяющий их, рушится. Это произойдет как? Один день мы встаем, смотрим за окно, а там или как? Или это постепенно, это период. Вот нам к чему готовиться здесь? Драматичность обрушения моста будет связана с двумя факторами. Давайте введем вторую аксему, которую я хочу тоже привнести. Источник и Бог всегда милостлив и всегда милосерден и всегда бережен. Однако, в наложении на трехмерную логику нашу, на трехмерный наш мир и на те конструкции, в которых мы вязнем, иногда это проживается болезненно. Так вот, степень освобождения, процесс освобождения, процесс следования духовному пути иногда воспринимается болезненно, но не в силу провокативности или жестокости источника, а в силу жесткости наших убеждений и хваток, с которыми мы держимся за реальность, за туп, к которым мы привыкли. И вот отрывать от прошлого этот ветер перемен будет достаточно интенсивно. Так вот, будет все зависеть от двух вещей. Первое это то, сможет ли старое сознание отдать вот эту псевдовласть, которую они держат. На самом деле это не власть, по-настоящему это просто манипулирование страхом. По всей видимости не отдаст, по всей видимости не отдаст. И второе, сможет ли новое сознание не уподобиться старому и не вовлечься в такой, знаете, низковибрационный бой. Сможем ли мы сохранить себя и следовать своей душе, даже идя по этой темной пустыне, в которой мы сейчас всякое человечество оказались. Сможем ли мы попробовать двигаться не вот этим невротическим способом, вот от этих надо избавиться, от этих избежать, убежать куда-то. А сможем ли мы сонастроенно двигаться в соответствии с энергией своей души, откликаясь на те вызовы, на те предложения к расширению, которые жизнь нам приносит. То есть в некотором смысле жизнь все время стучится и говорит, вот ты сейчас можешь стать больше, ты сейчас можешь вот это отпустить, и тогда тебе будет легче идти. Просто вот разожми здесь ладонь, вот здесь просто не держи. Просто отпусти вот это убеждение, или вот эту веру, что кто-то за тебя решит, или вот эту веру, что жизнь может быть только такая, никакая иная. И если ты можешь откликаться на это и идти в расслабление, идти в связь с собой, что самое контринтуитивное, это самое смешное, что самый главный путь, путь вовнутрь, самый контринтуитивный, самый нелогичный для трехмерного человека. Потому что человек говорит, там плохо, значит, нужно искать, где хорошо. И это путь, который не поможет нам перейти мост. Значит, туда надо идти, или как правильно? Там плохо, там хорошо, а я пойду вот сюда. Я не буду играть вот в эту трехмерную, потому что есть вот это, условно, вот это объединяющая третья энергия, третье поле, третья сила, которая есть внутри меня. И наша вся программа просветления, мы удивительным образом ее сделали прямо до всех этих событий. И, пожалуйста, напишите, если она помогла вам, если бы вы там были, помогла вам пережить то, что сейчас происходило. Потому что мы просто 19 занятий занимались тем, что и занимаемся, потому что программа жива. Просто находили точку настоящей опоры, не в виде убеждений, да, потому что убеждения очень фиговая опора. Не в виде самонакачки какой-то, не в виде каких-то духовных практик, а находили точку опоры в настоящем истинном себе. И это не сформулировать словами. То есть я не могу сказать, что это вот ты настоящий, когда ты веришь вот в это, или делаешь пранаяму, или сидишь в медитации. Нет, настоящий ты — это целый процесс, как подвести тебя к знакомству. А дальше происходит вот эта магия узнавания. Да, я есть, я себя чувствую, я что-то невыразимое словами, но я есть там. И вот это становится настоящей точкой опоры, которая помогает идти с завязанными глазами по этой темной пустыне, в которой все рушится, все старые формы рушатся, и они будут рушиться. И если мы можем это сохранить, мы будем действительно теми, кто, что интересно, облегчит пути для других. Миротворцы, их нужно даже не так много. А миротворцы некоторых людей умиротворяют, а которые в мире с самим собой. Вот не так много их нужно, чтобы драматичность событий была ниже, чтобы легче урегулировались вот эти стычки между прошлым и будущим. Но не так много это сколько? Это какой-то процент от населения Земли должны пребывать в новых энергиях? Это не линейно, тем более мы не можем пребывать в новых энергиях постоянно. Ну там по большей части. Это скорее все дело в том, что если вы, кто нас смотрит сейчас, ты, я, находимся вот здесь и осознались здесь, значит мы включены. Значит от нас, наверное, Бог этого ждет. Ждет идти вот этим третьим путем. Не путем света, не путем тьмы, потому что все дуалистичная история. А путем истины, путем творчества, путем знания себя и знания того, кто твой дух есть. И вот если мы можем удержаться, как вот с чем мы начали, не разбалансироваться из-за всех этих событий. Мы, этот мост будет рушиться, а мы просто его перелетим. Мы перелетим вот на этой третьей энергии. Но это будет какое-то ближайшее время или здесь нельзя дать какую-то временную этому оценку? Это все меняется в поколениях. Не будет же такого, что приют инопланетяне, всех хороших заберут, а всех плохих в гиену гену скинут. Нет, это меняется с поколением. То поколение уйдет, кто является носителем трехмерного, жесткой трехмерной истины, которую хочется защищать. Новое поколение родится несколько иным, для которого будет уже очевидна реальность света. Даже сейчас дети вот эти, даже сейчас альфы, они совсем другие. Да, их сложно воспитывать, у них там диагностируют СДВГ, они прям суперподвижные. Но в них есть такой уровень чистоты, что они в какой-то момент, они будут понимать трехмерные ценности. Они будут понимать, что там выживание, рационально. Но они не будут чувствовать, что это нужно. Потому что они вырастут с уже заработанной нами энергией. Поэтому я думаю, что лет 100, 200, 500 и мы получим мир, в котором большие войны будут невозможны. Это не быстрый процесс. Но хорошая новость, что мы все там будем. Потому что мы все вернемся, мы все возвращаемся, чтобы смотреть за результатами. По твоим наблюдениям, что в принципе мешает большинству людей делать вот этот выбор в пользу светлого, как ты сказал, да, и не обязательно кормить своих чертиков. Не обязательно выбирать всегда материально, не обязательно выбирать страх, боязнь и сужение. А что мешает вообще в принципе людям идти в это расширение, если, как ты говоришь, это предусмотрено самой вселенной, самой эволюцией. Как бы вот должно быть вот так. Да. Зачем мы, почему мы так сопротивляемся? Ты знаешь, это наверное, если мы посмотрим на стадии развития человека, просто на наши стадии, то мы, глубина психологии очень хорошо описывает, юнгенство. Оно рассказывает о том, что вот этот последний этап, последний этап перехода ко взрослости, он очень сложный. Он очень сложный, потому что человек держится за то, что ему известно. Это выживание наше, оно, это просто большая часть нас. И он держится за то, в чем ему привычно. Этот условный потерянный рай, где все понятно. И переходить ко взрослости, где ты несешь ответственность, очень некомфортно. Но когда мы говорим о ребенке 3-5 лет, мы понимаем, что ему не нужно делать этот выбор, и ему органично оставаться ребенком в своем маленьком рае, если ему повезло, и у него счастливая вокруг атмосфера, нетравматичная. Но когда в этом рае пытается удержаться взрослый человек, не идя вперед, то его тело выдает очень разрушительные реакции. То есть все виды неврозов, депрессий. Ведь на самом деле в основе это всего лежит не проблема с серотонином, и не то, что на тебя нарвал начальник, или не то, что от тебя ушла любимая девушка. А проблема в том, что ты... Сейчас будет третья концепция. То, что ты не успеваешь сам за собой. То есть есть эволюционный процесс, который неостановим, ты не зафиксирован. Но твои убеждения, они не успевают за тобой. Ты не осмеливаешься идти дальше, поддерживая свою собственную динамику. Понимаешь? То есть ты не перебираешь ножками, хотя тебя поток ведет. Но это все равно все про то, что есть что-то, что я не выбирала, словно говоря. Ты же наверняка слышал, что есть люди, которые говорят про то, что мы своим сознанием создаем весь мир. Это вообще все наша иллюзия. Ну, то есть, и, собственно, вот это такая некая модель реальности, в которой вообще нет ничего, и только ты проецируешь и делаешь. Как это уписывается в то, что тебе... То, что ты говоришь, как будто бы тебе уже заложено. Вот тебе надо развиваться, твои энергии такие, тебе надо проявлять вот это. Это разные уровни. Это разные уровни. То есть есть уровень наш психологический, он конечен. Психологический уровень, он конечен, но мы его не можем отрицать. Это то, что... Это те наши стадии становления личности, которые делают нас полноценным творцом. В идеале такого человека не существует, да, но то, что Холлес называет выздоравливающим невротиком или юнг, да, это тот человек, который понимает, что единственный путь жизни — это освобождаться, больше узнавать о себе, больше брать не ответственности, а больше совершать выборов, соответственно, брать ответственность за то, что происходит. Так уж получилось, что Бог, вот Бог, вот он квантовый, огромный, квантовое поле, из которого все эти кварки рождаются, вот он находится в условной статичности. Но наш мир, у него время течет в одну сторону, потому что энтропия так работает. У нас время направлено в в одну сторону. Мы уже зашиты в рамки конечности и одновекторности. Вот именно наша душа сюда воплощена. И вот эти законы, они действительно есть для нашего тела и для нашей психики, для нашего вот этого корабля, в котором мы здесь находимся. Он летит в одну сторону. Мы не можем остановить время. Но наше сознание, оно подключено к тому вневременному Богу. И действительно, этот мир, то, что мы сотворили и то, что мы, собственно говоря, помыслили когда-то, это все иллюзия. Конечно, это иллюзия. Но ты сюда зачем-то пришел. Ты вошел в этот скафандр. Ты в нем существуешь по законам того мира, который есть. И проблема в том, что ты не сможешь быть подлинным творцом квантовым вневременным до тех пор, пока ты не примешь то, где ты оказался. И вот это, к сожалению, мне кажется, то, что... То есть, подожди, на этом уровне ты должен принять то, где ты оказался. А на уровне государства и работы, ведения бизнеса в России в 2024 году ты не должен принимать эти правила. Ты должен быть честным с собой, даже если тебе не хочется шить там дурацкие кофты, а тебе хочется шить что-то красивое, но это не покупают, а ты конъюнктурщик и хочешь заработать. Типа, это же про одно и то же. Это какая-то тут личная боль в этом есть. Посекло. Нет, ну, я просто пример, который я могу привести. Давай поговорим. Я к тому, что одни законы, соблюдать надо, вот эти вот наши у мира большие, высокие, а это такие же законы, такого же общества, для меня они в целом такие же объективные. Вот. Давай поговорим об этом. Я почему-то не должна их соблюдать, а должна идти за честностью. Смотри, законы, которые человечество сформулировало, чтобы жить на планете Земля, это творческий продукт. Кто-то их придумал, почему-то так удобно было. Удобно, что кто-то отвечает за одно, кто-то за другое. Удобно, что кто-то убивает не всех подряд, а просто выборочно. Это контролируемо достаточно. Ну, тут было огромное пространство вариантов, каким могла путем пойти цивилизация. К сожалению, нет. Она пошла так, наверное, будучи наиболее эффективным для развития. Опять же, внутри нас есть два этих вектора. Есть вектор выживания и вектор творчества. Все наше развитие цивилизации, это постоянное столкновение вот этих ангела и демона. Да. На столкновении рождаются все вообще ракеты и картины, и шедевры и так далее. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но мы, как эволюционирующее коллективное сознание, тоже растем от понимания того, что вот я родился здесь, в этом мире, вот как ребеночек. Все страшно, все жутко. И первое, что я инстинктивно делаю, я защищаюсь. И у меня доминирует выживание. Но мы потом начинаем как-то одуплять своей головой, что это выживание нас удушает, что нам тесно внутри вот этих конструкций. И мы включаем творчество. Так вот, баланс между выживанием и свободой, и самореализацией, он постепенно в истории сдвигается. Вот если взять все поколения, сколько мы знаем, мы видим сдвиг точки баланса, очень медленный. И сейчас мы видим еще один этап сдвига, но уже кардинальный, в котором все те конструкции, которые при старом балансе выживали, концепция государства, концепция войн, насилия, концепция той экономики, которая была у нас. Вот это все выживало в старом балансе. Сейчас оно, его все начнет трясти, потому что у нас появился больший запрос на себя и на самопроявление. И нам уже в этом тесно. Так вот, возвращаясь к тебе, когда мы говорим о законах вот этих глобальных, да, они нас не ограничивают. Они просто говорят о том, что ты пришел сюда, да, ты пришел сюда в трехмерном теле, которое конечно, и которое идет в одном векторе. Ты родился, ты умер. У тебя есть вот это время. Для Бога это такой кайф, что можно прожить жизнь конечную, хрупкую, потому что когда ты все, то это очень, это очень ценно. Да, вот как же как любовь или как вкус. Представляешь, если ты взяла клубнику, откусила и всю жизнь ходишь со вкусом клубники во рту. Ну, это же невкусно потом со временем станет. Для Бога замечательно, что есть конечность и есть вот эта хрупкость мироздания. Так вот, это просто локальные условия. Их не человек придумал. Это удивительный, драгоценный эксперимент. Это вот эта искристость вселенной. Это вот фейерверк вселенной, из которой вот из-за того, что фейерверк такой угасающий, он настолько и прекрасен. И мы так, нам посчастливилось жить в одной из вот этих вот искорок. И внутри них мы либо можем, опять же, вырастать в творческих, созидательных существ, обогащая всего Бога нашим опытом, нашим самопроявлением. Либо мы можем закрыться в страхе того, что все закончится. А мы действительно в конечном мире наш мозг, он выберет просто в гроб сразу влечь. Ты знаешь, если бы мозга ребенка спросили, если бы у него не было инстинкта жизни, а если бы у него не было связи с своей душой, ребенок бы такой, в гробик, все, хватит. Не хочу больше вообще. Нафига мне это надо? Мы все умрем. Зачем начинать? Да. Но этот инстинкт жизни, он может дать нам что-то, что-то поистине новое. Именно потому, что жизнь такая конечная, такая хрупкая. Вот ответ на твой вопрос. поступай ровно так, как сейчас внутри тебя расположен баланс, здоровый для тебя баланс между твоим приспособлением, давай назовем так, и между твоей сутью. Нет такого, что ты только уходишь в свободу и не выбираешь приспособление. Это закон трехмерного мира. Мы должны приспосабливаться. Проблема в том, что когда баланс нарушен... Вот в этом проблема, кстати, тоже, если мы говорим про личностную психологию. Это одна из форм неверного преодоления невроза, когда человек говорит, все, я сепарируюсь от всех, и теперь я сам по себе. Это не здоровье. Здоровье понимает, что да, у меня есть потребности. У меня есть потребность в тепле, у меня есть потребность в доме, у меня есть потребность в уюте. Но я понимаю, что предыдущая, там, родительская семья, например, или мои предыдущие отношения, они не могли дать мне того, что в полноценность, потому что я больше уже, чем это. Мне нужно что-то большее. И я благодарен, и я, возможно, прибегаю туда, не исключаю эту сферу, как добро. Но я одновременно с этим понимаю, что я иду дальше. Потому что туда зовет меня жизнь, туда зовет меня радость. Так же здесь и ты. Шесть ровно столько продающихся кафтанов, сколько оригинальных и творческих. И мы здесь упускаем третью вещь. И это мое глубокое убеждение, что жизнь, синхронистичность, синхронизм, вот этот знаменитый юнгианский, он благоволит все-таки смелым тем, кто идут по пути своего духа. Потому что кто идет по пути своего духа, он каким-то неразрывным образом включается вот в эту матрицу творения. Он встречает тех, кто кто, кому нужно твое творчество, кому нужны твои слова, кому нужен твой продукт, кому нужен ты в своем настоящем. Но в мире очень мало кому нужен ты в выживательном шаблоне. Возможно, на какой-то промежуток время. Это хорошая дискуссия. Это очень спорный момент, на самом деле. Но тоже я основана на примерах, которые я вижу. Потому что, будучи в творческой сфере, имея бизнесовый бэкграунд, сейчас работаю в творческой сфере, я совершаю вот это как раз переход, свой личный переход. Это мой личный вызов и так далее. И я такая, пробую водичку, и потом такая, ой, нет, нафиг, бегу. Пробую водичку и бегу. Но потому что прихожу к какому выводу, что свобода это самое дорогое, что есть в этой жизни реально. И за это нужно платить. И я понимаю, что я не готова заплатить за 100% сейчас своей свободы. Ну, тем, что за это нужна как-то валюта, которая от меня будет требовать жизнь. Отказом от чего-то, не знаю, и так далее. Послушай, а воспринимать любую внешнюю концепцию как руку. Потом я вспоминаю, что все в матрице, и так я думаю, я сейчас сотворю свой мир, ну вот, и где-то я и циклическая ссылка завершилась. Понимаешь? Заметь, ни в одном из этих точек, которые ты называешь, ни в одной, ни в первой, ни в второй, ни в третьей, нету того, кто может определить твой текущий баланс. А твой текущий баланс может только ты определить в контакте с собой прямо сейчас. И каждый день этот баланс будет новый. Твое качественное возрастание как творца, как творческого человека в этой мире будет связано только с тем, можешь ли ты отслеживать свою норму и свой баланс каждый день и понимать, что она будет меняться. Сегодня для тебя будет важно восполниться и там добрать безопасности. Мы все родом из небезопасной среды. А завтра у тебя наберется такой ресурс, что ты сможешь пожертвовать частичкой безопасности ради свободы. И у тебя появится вдохновение для чего-то. И вот так потихонечку, по чуть-чуть, ты придешь к большей себе. Там не будет точки, когда ты я, вот все я. Нет. Эволюция, она бесконечна. То есть мы пока будем идти в состояние высших существ, мы будем постоянно искать этот баланс. Каждый день терять его, каждый следующий день находить его. Потом опять расширяться до чего-то. Но проблема в том, когда человек, вот этот вектор расширения у него есть, у нас у всех есть. У ребенка этот вектор возрастания, у человечества это вектор самовыражения и вектор свободы. Вот когда на каком-то этапе вот этот вот откат, ресентимент, его можно еще назвать, он задерживается. То есть человек не может по-настоящему восполниться, чтобы найти энергию для следующего рывка. А он залипает в откате. И вот если человек залипает в откате, это значит, что ему, что он не может и добрать ресурса полноценно, чтобы получить силы для следующего рывка. И он, но когда он туда уходит, он разрушается. Он всегда будет разрушаться. Это действие против эволюции. Инволюция невозможна. Это единственный, как бы вот, если ты хочешь про единственный закон мироздания, да, который есть, в котором мы родились. Невозможно развидеть, невозможно вернуться в менее сознательное состояние сознания. Тебя это будет будоражить. Понимаешь? Тебя это будет будоражить. Тебя будет будоражить идея свободы. И когда ты будешь возвращаться назад в выживание, к сожалению, ты не сможешь сказать, это все квантово, я все творю. Нет, ты будешь знать, что где-то есть мир, где ты чувствуешь себя, давай так, не менее безопасно, может быть, более опасно. Но где ты дышишь чуть-чуть глубже, где чуть-чуть более свежий воздух. И весь переход, но сейчас про это, что вся жизнь, вся вселенная толкает каждого из нас на его конкретном пути. В своих маленьких шажках, конечно, конечно. И здесь, ну, я считаю, что это важно зафиксировать, что здесь все-таки нет какого-то черного-белого, не все так радикально. Как ты говоришь, это именно в поиске вот этого баланса. И даже если этот курсор передвинется на 2% за всю жизнь в сторону свободы, это уже огромный вклад. Это будет огромная история. Всю историю человечества, меряю ценности, и общество постепенно по шкале Х движется от ценностей выживания к ценностям самовыражения. Вот когда общество спрашивает, они постепенно, ну, через сложные соцопросы, мы видим, что для каждого нового поколения чуть-чуть более значима идея проявиться, идея стать собой, а не идея просто прожить жизнь. Мы, на самом деле, пришли из ужасного незнания себя, которое было совсем недавно. Ты понимаешь, что Виктор Франкл, его основная идея была не только в том, что он в концлагере выжил, да, и смог сохранить рассудок, но в том, что он вообще впервые рассказал о том, что у любого человека есть свой собственный смысл жизни. Для нас это очевидно, но для поколения наших бабушек и дедушек... Но это было, по сути, не так давно, на самом деле. Для поколения наших бабушек и дедушек это новаторская идея, что ты можешь прожить не только типа жизнь какую-то коллективную, я там часть этого города, часть этого общества, часть этой профессии, но прожить свои индивидуальные смыслы. И вот мы спустя буквально 80-90 лет сидим здесь на диване и говорим о таких вещах, которые уже базируются на том, что у нас у тебя есть призвание, у меня есть призвание. Для нас призвание это какое-то общее место. Мы это все понимаем, что это так и есть, что у нас есть свои личные призвания. Это уже колоссальный скачок. Именно поэтому корежит мир. Потому что поколение тех людей, которые не верят в свободу человека, его права распоряжаться, говорят, куда пошли? А что это вы все тут начали ездить? Что-то все творчеством занимаетесь? А надо понимать, что это не потому, что люди плохие. У них какие-то масоны, иллюминаты. Это проблема в том, что то сознание ему интуитивно очень небезопасно. Очень небезопасно. Потому что они сами так же несвободны. И представь себе, ты живешь в мире, вот ты сидишь, и ты на самом деле дико закрепощен. Наверное, полагать, что когда у тебя там дворцы в Геленджике или какие-то частные самолеты, Наверное, полагать, что ты свободен. Ты ужасно не свободен в своем страхе, в своем испуганности от жизни. Ты все, что ты делаешь, ты воспроизводишь стены и воспроизводишь паттерны избегания для того, чтобы не встретиться с жизнью. Ты, может, это не осознаешь, но ты понимаешь, что вот тот парень, та девушка, тот человек, который идет по улице, хотя ты его не видишь, потому что ты забронированный стеклом, то есть ты его не чувствуешь, но ты его видишь, ты понимаешь, что интуитивно ты знаешь, что он счастливее тебя, он свободнее тебя. И вот это бесит. И вот это создает реакцию. И вот это создает глубинную внутреннюю обиду. Что я сделал не так со своей жизнью? Я говорю про все мышление старого, про все мышление выживания. Я же типа все правильно делал, я же защищался, я же пытался сохранить мой мир. Куда они идут? Почему они идут? И в одном случае, если душа человека еще верит, человек может эволюционировать, человек интересуется, открывается, пытается понять. А в другом случае он говорит, я пойду войной на будущее. И вся история войн, на самом деле, человеческих, это во многих случаях, это войны прошлого против будущего. Когда будущее очень опасно, оно неприятно, и я буду всеми силами пытаться его отложить. Я буду блокировать YouTube, потому что это будущее, потому что это свободный обмен информации. Я буду блокировать Instagram, потому что это тысячи и тысячи маленьких бизнесов от людей, которые больше не зависят от государства. Это очень неприятно, это дико бесит. Я буду блокировать и высылать тех людей, которые распространяют знания, потому что знание — это плохо. Знание освобождает людей. Я не хочу жить в мире, где столько неопределенностей. Я хочу вернуться в простое и понятное прошлое. Так говорит внутренний ребёнок, но, к сожалению, так не получится. И мы находимся прямо внутри этого. А есть ли место такому понятию, как ответственность вот в этом мире будущего? Потому что тоже может показаться, что вот эта история с творцами может превратно как раз поняться как группа классных инфантилов, которые, да, мне ничего не надо, обществу я ничего не должен. Дисклеймер, я не считаю, что кто-то что-то кому-то должен обществу. Если ты классный инфантил, ставь лайк. Ставь лайк. Дай пять. И может показаться, что это действительно такое, знаешь, я уверена, что это не так. Расскажи, как оно есть на самом деле. Мы все собрались, мы все творим. Давай поговорим о той ответственности. А что-нибудь построить? А какие-нибудь города? А на Луну завоевать? А как это всё произойдёт, если никому ничего не надо? Давай поговорим об этой ответственности, про которую ты говоришь. Про которую не ты говоришь, но ты воспроизводишь модель мышления вот этого старого сознания. И серии. Они тут все безответственные. Вот. И они тут все не знают, А я отчасти с этим, согласно гипертрофированной форме, так и есть. Это не совсем так. Вот теперь смотри. Является ли ответственной та жизнь и те принципы, которыми они руководствуются? Является ли ответственными, были ли по-настоящему ответственны наши родители? Были ли по-настоящему ответственны наши руководители? Или же, или же, это было просто удержание иерархии, в котором... И, кстати, это важная часть взросления. Когда ты живёшь, тебе кажется, что родительская система, она устойчивая. Даже если она деструктивная, тебе кажется, что они несут ответственность. А когда ты вырастаешь и начинаешь смотреть на это просто взрослым взглядом, ты понимаешь, что там не было и не пахло никогда ответственностью. Там были страхи, зажимы, избегания, психологические защиты, подавления себя, других людей. И это создавало иллюзию стабильности. Но проблема в том, что это всегда вело и к конфликтам, и к воинам. Понимаешь? Вот эта система коллективной типа ответственности привела к тому, что мир рассыпается. Границы рассыпаются, международное право рассыпается как принципы. Потому что, на самом деле, там нигде не было про ответственность. Там везде было про удержание статус-кво. Истинная ответственность возникает только там, где ты проявил свою настоящую силу. Вот знаешь, если я сделал что-то, по-моему, это мое. Я за это не просто отвечаю. Я в этом весь. Я в любом случае получу ответ от мира. Если не испугаюсь, не закроюсь. Если не так улыбаешься, как будто ты недовольна смотришь. Нет, я просто такая, подожди, дай договорить, дай договорить человеку. Да, да, договорить. Интересно очень. Только там, где ты поступаешь из своего духа, там возникает настоящая ответственность. Во всех остальных случаях это просто коллективное перекладывание. Возьмем любой конфликт. А, это они начали. Нет, это они начали. Нет, это они начали. Там есть хоть какая-то... Это звучит, как ответственное поведение. Я не называю это поведение ответственным. Теперь поговорим про вот это поколение инфантильных миллениалов. Да. Вот, ты знаешь, я теперь СММщик. Ты знаешь, то, что эти инфантильные миллениалы, вот если им дать самую, вот дайте просто местечко, в котором просто не лезьте с сильным регулированием. Эти инфантильные миллениалы строят города и поселки. Эти инфантильные миллениалы создают IT-компании. Огромные. Единицы делают. Единицы делают, но тысячи и миллионы в этом участвуют. Дальше. Дайте им, они создадут правозащитные и государственные организации, которые вот просто бери и имплантируй. Я просто абсолютно не верю в этот посыл, что какое-то бесполезное ослабленное поколение. На мой взгляд, абсолютно иначе. Мы самое ответственное, единственное первое ответственное поколение, потому что которое осознает, что нам вот внутри этого жить. Вот то поколение, которое уходит, оно понимает, что им в этом не жить, поэтому они хотят увести мир с собой. Не доставайте же это никому. А мы понимаем, что нам здесь жить, мы понимаем, что есть тут репутация и никуда не девается, что мы все про всех знаем, что мы живем в глобальной информационной среде, что у нас у всех есть цифровой след. Мы понимаем, что или мы вкидываемся своей душой, своим я во что-то и ставим себя. Опять же, я почему вот допустим то же самое Бали, да, можно сказать, остров улетевших, сколько там молодых ребят, молодых команд, которые занимаются стройкой. Их просто не мешают. А представляете, если в той или иной стране, где более все зарегулировано, просто так же дадут возможность заниматься бизнесом. Не говоря уж о том, что миллионы того, что сейчас, вот есть не миллионы, а миллионы точек малого бизнеса, которые сейчас нам разрешаются, они же все управляются такими, как я и ты людьми. Это просто единственное, где их не трогают пока. Дайте им возможность руководить большими процессами, они сделают лучше. Я уверен, что большинство этих, скажем так, министерств можно скриптом заменить каким-то. Умные люди, они есть везде. Это не проблема. С вами был Александр Меньшиков, человек, который верит в ответственных зумеров. Абсолютно. Зумеров мы не знаем. И дюльян, о которых ненавидят. Про зумеров мы не знаем, про зумеров мы не знаем, потому что зумеры все-таки еще маленькие. Считается, что поколение становится, входит в свой расцвет где-то к 40 годам, когда у них появляется возможность занимать не только микропроектами, заниматься там, в ТикТоке танцевать, кафешку открыть, барбершоп. Нет, а когда у них появляется возможность войти в элиты. В элиты, то есть в управленческие элиты, в бизнес-элиты, когда они созревают. Вот возраст зрелости... Еще не подросли, то есть... Да, это вот то, куда заходят сейчас игреки, то есть миллениалы. Вот посмотрим, что с ними будет, но, опять же, по тем контактам и по тем друзьям, которых я вижу, по тем знакомым, я понимаю, что это будет куда лучше мир, чем тот мир, в котором мы живем. Уж точно. Дай бог. Все, что забрало ответственность и снизило степень твоей свободы, это путь тьмы. Так вот, возьмем какое-то явление, типа давай там БМ или... Давай БМ, но это настолько завуалировано, тебе же никто не говорит. Давай так, это инфобиз. Давай вот инфобиз. Вот инфобиз, у него какое мета-послание там, да, что ты можешь поступить иначе, чем делали твои родители. Да, уровень вибрации этого поступка, то есть ты можешь там, не знаю, накупить какой-то ерунды и продать через директ. Я помню эти самые первые тренинги. На самом деле было довольно странное ощущение, когда пришел вот этот весь инфобизнес, потому что это было действительно ощущение новизны. У людей не было критичности. У ребенка нет критичности к чему-то новому. Нельзя винить то, что у нас нет опыта и нет критичности. Мы как будто бы потихоньку научились все-таки понимать, чем это является. Мы увидели реальный выхлоп, мы увидели, что многим людям это помешало. Но, на мой взгляд, все-таки эволюционно это было скорее по течению, чем против течения. То есть это были войны света? Это были не войны света, это были артефакты на пути эволюции. То есть это возникает всегда. То есть ребенок, который не падал, не ударялся, он, к сожалению, и ходить нормально не научится. Сразу идеально не пойдешь. Но это все-таки был артефакт движения вперед, а не назад. Подожди, а те, кто основывали все эти тот же БМ, они в тот момент проявляли себя истинно? Я думаю, что они такие же, понимаешь, все-таки в таких больших проектах... Они были в своей правде? В таких больших проектах нам хочется, есть такая ошибка мышления, думать, что те, кто стоит во главе проекта, он как бы принципиально лучше или умнее. Нет, они такие же продукты своего поколения, своих желаний, самоутвердиться, реализоваться, как и те, кто к ним приходили. И, соответственно, это был такой групповой опыт. Он, слава богу, что закончился в том формате, в котором он был. Он кому-то дал больше веры в себя, а кому-то, в большей, наверное, части, дал меньше веры в себя. Но это тот опыт, который все-таки лежит в здоровом поле. То есть все-таки этот опыт не разрушил судьбы, не забрал жизни. Максимум, что он сделал, он дал просто некоторые... Ну, как сказать... Оставил людей с кредитами. Оставил людей... Да. Вот теперь, понимаешь, мы должны смотреть не с позиции нашего текущего уровня осознанности, а с позиции того, соответствовало ли это тому сознанию и двигало ли оно его вперед. В каком-то смысле да. Но сейчас мы, конечно, как общество, особенно те, кто работает в сфере интеллектуального творчества, должны потихоньку, и, для мой взгляд, это критически важно, вырабатывать новые этические стандарты деятельности. То есть в нас должно уже появиться осмысление, рефлексия. Это тоже соответствующий этап. И это будет в соответствии тоже с задачами эволюции. Так вот, для меня, допустим, сейчас уже абсолютно очевидно, что тот человек, который знает, что он делает, и все равно делает что-то, что обманывает других людей, то есть обещает то, вот сейчас будем говорить про это, то, что он не может гарантировать, мотивирует теми вещами, которые напрямую не связаны. Вот на мой взгляд, особенно в моей индустрии, в индустрии духовных вещей, на мой взгляд, это человек, который идет против эволюционного течения. Потому что мы создаем карму там, где мы осознанно лишаем либо свободы, либо ответственности, либо осознанно манипулируем этими вещами для того, чтобы что-то продать. И в этом плане есть, знаете, деятели, которые говорят, мы такие духовные, мы такие замечательные, вот посмотрите, какой мы дорогой дом построили, или даже два, потому что мы медитируем хорошо, давайте с ними в виде экскурсии. Для моего взгляда, это, если ты духовный деятель, на мой взгляд, это как-то неприлично и неудобно по какой причине? Потому что ты совершаешь очень тонкую, осознанную манипуляцию. Ты говоришь, наши деньги, потому что мы такие духовные, эти уровни никак не связаны. А почему это не может являться той самой правдой для этого конкретного человека? Просто она другая, она вот такая, они искренне в это верят, например. Смотри, что такое правда? Правда – это текущее состояние сознания, в отличие от истины. То есть, когда ничего не ёкает внутри, когда я делаю, ничего не ёкает. Вот если у меня ничего не ёкает, но у них, допустим, ничего не ёкает, но у других спикеров, у других акторов этой индустрии у них всегда есть выбор. Увидеть, о, это работает, я буду так же делать? И тогда у меня будет ёкает, но я буду так делать. И вот здесь я пойду по пути тьмы. Либо я скажу, а я буду делать иначе. Потому что я уже вижу, что здесь есть фальшь, что это дело нужно раз разорвать все-таки привязку денег и личного успеха от духовного процесса. И я пойду другим путем. И вот здесь я опять столкнусь со своим страхом. А вдруг меня не купят? А вдруг я останусь один? А вдруг у меня не будет аудитории? Но я буду знать, что я честен в соответствии с моей текущей. Правда, она все время, ну вот максимум, до чего мы можем дотянуться в данном этапе сознания. Так вот, мне кажется, что в нашей индустрии, если у нас уже что-то ёкает на бизнес-молодость, да, например, или на кого-то еще, то, наверное, мы должны сознательно, почему должны? Потому что эволюция к этому призывает, сознательно отказаться от использования этих методов. Но, к сожалению, я вижу, что люди играют. Они говорят, ой, бизнес-молодость, это такая чушь, но используют все те же самые ловкие. А сами видосики посматривают. Нет, они сами также продвигают свою деятельность такими же методами, нарушая этику и целостность. Вот у меня, я очень люблю эту библейскую фразу, о том, что тот, кто соблазнит малых всех, тому лучше, собственно говоря, ермо на шее и утопиться. Для мой взгляд, это очень емкая формулировка. Если ты играешь, и как ты себе не объяснял вот эта твоя формулировка, которую ты сказала? Я все квантово, все нейтрально, это мы просто играем. Что-то внутри тебя, я не по тебе говорю, а что-то внутри нас знает, когда мы фальшивим, когда мы не соответствуем себе, когда мы играем в игры, которые, ну вот, называйте это совестью или внутренним богом, неважно. И вот если мы используем эти уловки, то, к сожалению, я так понимаю, что мы создаем карму. Если в нас йокает, и мы все равно идем, мы создаем карму. Но, тем не менее, ты можешь транслировать вещи, которые ты конкретно называешь неэтичными, но они существуют в инфополе, и люди это транслируют, и если они это делают не йока, то это ок. Понимаешь? Да, это ок, но если он йокает, то как будто бы сама жизнь призывает тебя и делать по-другому, и давать оценку. То есть лучшие из индустрии, что значит лучшие? Лучшие, значит, те, кто взяли смелость осмыслить. Это не обязательно самые классные люди. Ценности человека одинаковые. Но лучше по какому критерию? Это же не все так однозначно, как там на Олимпиаде. И то там есть вопросы в игры, есть золотая медаль, серебряная. Слушай, ты знаешь, при наличии достаточно... Это лучший ты спикер для кого-то... При наличии достаточной связи с собой это всегда очевидно. Лучшие, значит, те, кто соответствует себя, и те, кто, опять же, соответствует эволюции в моменте. И те, кто воодушевляют, наделяют силой, и не искажают, не искажают, осознанно не искажают действительность. Мы, опять же, внутри можем это все почувствовать. Вот очень легко сказать, что нет этики, что это мы сами себе придумали, но, слава богу, что Кант сказал, что нравственный закон внутри нас все-таки присутствует. И после этого, собственно говоря, никто назад уже не открутит. В этом плане у нас есть все равно это понимание, да. Знаешь, оно в чем выражается? Оно выражается в том, что когда мы сталкиваемся с этичным... Вот давайте вам критерий. С тем, что свет, тем, что соответствует эволюции. Вы выходите с достаточно чистым, пустым сознанием. У вас нет ощущения, что с вами что-то не так. Вы не думаете, блин, а мне опять нужно что-то себе, с моей жизнью что-то не так, или я куда-то не туда иду. А если вы чувствуете незавершенность, если вы чувствуете, что, блин, а вот мне еще чуть-чуть, и я тоже, мне будет хорошо. Если вы чувствуете, что вас натянули, вот растянули внутри, вот эта тетива оттянулась, то с вами, вами сманипулировали. И как бы неплохо чувствительным людям или внимательным людям все-таки говорить об этом. Я, по крайней мере, вижу единственный свой смысл нашего части этого диалога. Не критиковать кого-то, а говорить о том, что подмечайте, если вы чувствуете, что вас вывело из баланса. Вы ходили, у вас было все довольны своей жизнью, а потом вы увидели, что кто-то живет лучше вас, потому что он более духовный, и вы почувствовали себя не очень. Или кто-то там говорит, что ты ничтожество, если не можешь сделать бизнес в интернете. Или кто-то говорит, что ты абсолютно отвратительная женщина, ты вообще не женщина, или ты вообще не мужик, потому что ты вот эти принципы не соблюдаешь. Вот если тебя растянули, то тобой поманипулировали. Возможно, они не создадут карму для себя, потому что они сделали это неосознанно. Но задачи-то как раз-таки хороших людей, людей, которые распознают, давай так, более внимательных людей, все-таки говорить, что белое – это белое, что черное – это черное, что здесь мы сталкиваемся с разрушением вот этого хрупкого блага из-за того, что кто-то хочет заработать деньги или кто-то хочет потешить свое эго. В этом плане нигде нету дуальности, но в наше сердце так уж получается. Оно точно знает, что ему соответствует, что ему не соответствует. Поэтому миссия не только указывает на это, но и помогает людям распознавать вот этой штукой. Поэтому смотрите, если вы встречаете, неважно, в моих словах, в любых других людях, которых вы слушаете, даже не обязательно то, что вы слышите из слов, а то состояние, которое потом, вот если вы чувствуете себя выбитыми из колеи, даже в хорошую сторону, что вы там возбудились что-то, вот я сейчас теперь поеду, и моя жизнь наладится, то, скорее всего, это от лукавого, то есть от ума, от эго. В этом плане мы когда с тобой обсуждали это интервью, ты же хорошую вещь сказала, я бы, типа, не пошла бы на программу, где нет гарантий. Да, 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 в контексте твоего курса как раз обсуждали. Но ты знаешь, я сознательно стараюсь, я очень стараюсь так делать, я, понятное дело, что я маркетолог, у меня этот бэкграунд есть, я много лет в этом провел, у меня есть бессознательные компетенции какие-то, как упаковать что-то, да, но я для себя выбрал этот принцип, про который я еще расскажу, я не использую в своих продуктах, все, по крайней мере, сознательно бью себя все время по рукам, если, или других моих коллег, который пытается вот что-то подкрутить, что не соответствует, что не соответствует правде. Так вот, духовный продукт не может ничего гарантировать, потому что ваши изменения, уместность их, степень их, глубина их, это результат только в вашей духовной работе. Мы это все понимаем, это аксиома, но до сих пор находятся люди, которые говорят, вот если ты придешь ко мне на курс, то у тебя жизнь станет в 15 раз более эффективной, у тебя там и отношения появятся, и все на свете. Это может появиться, а может и не появиться. А вот же ты, подожди, там не то, что прямо совсем они приходят, такие только приди и все. Вот есть определенная методика, если ты исследуешь добросовестно, выполняешь домашние задания, все, то очень большой шанс, что ты решишь свои проблемы. Это не работает. Прямо ни 100% никто тебе не дает гарантии, мы все это понимаем. Или только проблемы усилятся. Понимаешь, какая история? Вот все, что касается проекта... В чем тогда суть методологии? Ты ведешь к чему? Это просто приятное время, это максимально замечательные философские дискуссии. Давай поговорим об этом. В мире есть две части, в мире есть две части, и это немало. Не потому, что это Александр Меньшиков, а потому что время с Александром Меньшиковым иногда это про то, чтобы больше, чтобы разрешить себе не бежать и разрешить себе побыть в своей настоящей энергии. Это очень терапевтично. Смотри, в мире есть две части. Здесь есть результат все равно. Есть поле проявленного, и там все работает. Ходи на курсы по столярному мастерству, будет столярное мастерство. Ходи на курсы экологичного общения, будешь меньше получать в лицо. Да, да. Какой-то навык, который ты можешь получить в результате курса. Но есть также, как вот в физике, есть наш проявленный мир, есть квантовый мир, на котором вообще ничего не работает. То есть там черти что происходит, и это еще научная формулировка, черти что. Потому что эти кванты, элементарные частицы возникают, пропадают, целые молекулы пролетают через одну, через две щели. У них абсолютно назад передают сообщения, перематывают время. Там это все потрясающе устроено. Там вообще не залезть туда с вот этим целеполагательным мышлением. Так вот, настоящая духовность, она вот больше имеет отношение к этому квантовому пространству. Она творит все, но она непостижима законами трехмерного мира. Так вот, и психология, и пранояма, и медитация, и кулинария, и модельное искусство имеют равное отношение к духовности и равно не относятся к духовности. Потому что можно заниматься медитацией и не быть духовным, а можно готовить и в этот момент проявлять свой собственный дух. Вот когда проявляется твой собственный дух, у этого процесса есть несколько условий. Так же, как для того, чтобы получить квантовые частицы, нам нужно их столкнуть в коллайдере. Вот чтобы проявился твой дух, ты должен быть специальным образом разрешить себе это. А для этого нужно помочь ослабить хватку ума, расслабить немножко тело, дать себе время, дать себе безопасное пространство. То есть сделать некоторые подготовительные усилия. Вот за это я могу отвечать, но не включи того, что я тебя обязательно приведу к контакту с твоим духом. В конце концов, проявится он или нет, это только твоему духу известно. Но если ты смотришь мои видео, и тебе легче, и ты чувствуешь себя лучше, это единственный результат, который мы просто можем увеличить во времени. То есть я просто могу быть с тобой не в рамках этого двухчасового видео, а могу быть с тобой 30-40 часов ежедневно. Ну, то есть на протяжении месяца, например. Каждый день по несколько часов могу пребывать с тобой. И делать все лучшее, что я могу, это не значит, что это подействует на тебя. Ты можешь сам оценить сейчас или в других открытых продуктах. Поэтому мы делаем все очень просто. Мы все лучшее выкладываем на YouTube. Смотрите, если вам нравится, вы просто приходите на программу. Но мы можем, я могу сказать, две вещи только могу гарантировать. Я буду искренен в том, какой я буду с вами. Я не буду изображать гуру, не буду говорить, что я вам помогу. Я не буду говорить, что я сам себе-то не всегда могу помочь. Мы все просто живые люди, которые как-то по этой жизни идем. Но я знаю, потому что я искренне выделю это время и это внимание полностью для тебя. И я знаю, что у меня будет намерение, которое я закладываю. Если мы откроемся, то обычно по практике оказывается, что что-то, каждый из вот этого проявившегося поля даров, который возникает среди меня и группы, вот что-то возникает. Что через мои слова, через энергии, через инсайты, через просто отдых, через сон, что-то из этого вы можете взять с собой, что возможно улучшит вашу жизнь. А может быть и нет. Поэтому это исключительно свободное сотворчество. Вы можете зайти, вы можете выйти, когда вам надо. Это исключительно ваша ответственность. Но ответственность не потому, что если ты безответственный, ты неправильно взял, знаете, как говорят, типа, если вы у вас не произошли измене, значит, вы меня плохо слушали. Да нет, у каждого свой тайминг. У каждого своя, у каждого свое понимание уместности. Каждому вот эти шажки, про которые ты мне правильно возвращала в начале, они могут быть разного размера. И в разное время они их совершат. Может быть, кому-то просто нужно побыть. Поэтому я говорю, вы не пытайтесь делать то, что я рассказываю. Ставьте фоном. Мозг со что-то уцепится или душа за что-то уцепится. Оно интегрируется, прорастет. Еще раз послушайте. Мне важно раз за разом создавать пространство, в котором что-то внутри вас может проявиться. Я сделаю лучшее, что я могу. Я знаю, что я просто открыто коммитмент такой, обязательство, что я посвящаю свою жизнь тому, чтобы стать более профессионален в создании пространства, где человек может раскрыться. Это вот тоже то, что я могу гарантировать, что я буду стараться. А сколько учеников было у тебя за все время? Просто на вскидку. Ну, прошло через тебя. Я не знаю, но это тысячи. 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 Остальные программы суммарно это тоже тысячи. Ну, проще же, как сказать? Проще же даже не с моих слов это воспринимать. Зайдите просто на любую из наших программ и собираем там много отзывов. Любые чатики, переполненные обратной связью. Давайте так. Она не вся позитивная. Там всякое разное может быть. Но есть те вещи, которые говорят мне о том, что я не зря делаю то, что я делаю. Ну, это сто процентов. Но я веду немножко к другому. К тому, что за столько, за тысячи учеников, прошедших за столько лет, ты наверняка знаешь методику и знаешь, как в конкретном случае каждого человека попытаться соединить со своей правдой. Правильно? Давай так. И ты можешь каждому, если не получается, это сказать. Это не совсем так. Я не могу соединить. Я не могу соединить с его собственным духом. Ну, ты же вижу, здесь очень сильное сопротивление. Здесь очень сильный там ум. Говоришь, я условно. Понимаешь, создание условий, это знаешь, как вот когда-то я работал в индустрии организации мероприятий. Ты понимаешь, что ты можешь подготовить все. Вкусные напитки, хорошую музыку, хороший свет, позвать правильных людей. Но возникнет химия или не возникнет? Возникнет ли ты радость или не возникнет? Это не ты решаешь. Так вот, я знаю, что я... А это не значит, как раз твой профессионализм, что настоящий профессионал, он именно знает, как сделать самое крутое шоу? А настоящий профессионал и сирену давайте веселитесь. Нет, но здесь же какие-то... Не то, что люди радуются, когда вкусно едут, хорошая музыка. Это трехмерный пример, да? Я вообще реально подать человек какой-то из прошлого. Нет, это хороший пример, но эта метафора, у неё есть свои ограничения, хоть я её и сам и привёл. А когда мы говорим о своём собственном духе, то мы говорим о том, что вот это откровение контакта, вот это просветление, если хочешь, вот эта вот вспышка, узнавание или любовь, она возникает, может быть, внутри того пространства, которое я создам, а может быть, через много лет после этого прорастёт что-то из этого семечка, когда человек позволит. Я не могу управлять волей другого человека, и это моё тоже обязательство. Подожди, а если изначально человек к тебе приходит с волей и с намерением это сделать, и ты создаёшь пространство, эти два ингредиента не дают магию? Давай так, если мы возьмём идеальную сферическую ситуацию в вакууме, что душа человека, не сам человек в своём интеллект, а душа человека знает, что он готова. А так часто происходит. Но к тебе люди по собственному не приходят. И она откликается на то, что я говорю, то да, в этом пространстве они получат какой-то дар, но, что важно, ни я не могу его предсказать, ни они его не могут предсказать. Это будет что-то третье, что родится между нами. И в этом плане я не могу комититься, когда этот дар возникнет и какой он будет. Но я знаю, что я сделаю my best, и я постараюсь не растягивать, не манипулировать человеком, чтобы он пришёл туда только тогда, когда у него будет действительно внутренний отклик. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите прийти на программу, на любую, которая сейчас будет, не делайте это, если вы чувствуете, что это какая-то вот такая горячая потребность, которая не даёт вам себя чувствовать хорошо. идите, если вы чувствуете тихую радость от того, что вы станете ещё больше собой, может быть, и что-то из этого проявится, но не потому, что вам показалось, что с вами сейчас что-то не так, например, и что я могу помочь. Мы сейчас обсуждаем преображение, и ты называешь это именно циклом бесед, а не курс. Цикл бесед, да, потому что... Это отражает, собственно, всю суть, о чём мы говорили до этого. Да, да. Наверное, за все эти годы я нашёл для себя, помимо моей вот этой такой нотки про призывы к новым идеям, мне очень хочется реализоваться в этом, и я когда-нибудь, наверное, всё-таки уйду в это, в общественную деятельность и буду больше продвигать какие-то новаторские способы жить, новаторские способы организовывать общественную жизнь. Но вот в этой, как бы, духовной сфере я понял, что мы вот в этом состоянии невроза перед будущим, вот в этом состоянии дикой утомлённости у нас есть потребность в утешении, у всех у нас есть потребность в утешении. В каком ключе? В признании того, что с нами всё нормально, в признании того, что у нас есть силы для того, чтобы справиться. И нам нужна надежда, но надежда не... Вот эта полярная серия была, плохо станет, хорошо, а нам нужна третья надежда, надежда, которая идёт отсюда. И вот помогать в утешении и в открытии надежды, вот для меня эти вещи кажутся очень важными, и поэтому мы просто будем использовать любые форматы, начиная с этого интервью, заканчивая длинными циклами бесед, чтобы эти процессы внутри вас, ну, как бы, проходили, да, происходили. Единственное, что вот эта программа, про которую мы сейчас говорим, она всё-таки посвящена, если те, кто больно просветление, знают, что это очень мягкая программа. Мы там занимались вот этим контактом с собой, опять же, созданием условий для того, чтобы этот контакт возник. И мы в некотором смысле в этих медитациях таяли, если у нас получалось вот это достичь, и чувствовали радость, и чувствовали все эти прекрасные эмоции, или наоборот, чувствовали замешательство, и это тоже нас к чему-то побуждало. Но это была всё-таки больше программа про утешение, то преображение более радикальная программа. Она про то, чтобы от вот этого контакта с собой, вот этого неловкого, аккуратного, очень слабоуловимого, но настоящего, всё-таки прийти к слиянию, разрешить дальнейшую алхимию. Когда эти два вещества не рядом лежат, когда они под воздействием катализатора, а какой катализатор, это очень интересно тоже поговорить, они начинают сливаться. То есть происходит вот та самая алхимия, которая является третьей из трёх главных духовных наук, известных с древности, трёх главных духовных практик. Вот алхимия, как венец этого всего, это история про слияние с собой и про преображение всей нашей сущности во что-то другое, но одновременно с этим что-то более соответствующее тому, кто мы есть. То есть переход от эскиза, от черновика к произведению, к совершенству. Совершенство не в плане идеальности, а в плане проявленности. Вот оно совершилось. Вот этот переход от потенциала к реализации, вот это вот, иногда это даже довольно драматичный период, сгорание в старом, очищение и возрождение. У нас даже такая вот картинка. Потом, если перейдёте по ссылке в описании, посмотрите на лендинг, он такой человек, объятый таким духовным пламенем, а это же как крылья феникса выглядит. То есть это процесс действительно качественной перестройки. То, что сейчас планета переживает, мы должны действительно породить новый вид человека, соединённого с собой, действующего из себя, с другим балансом выживания доверия, с другим балансом. Так вот, и в нашей индивидуальной эволюции, если вы чувствуете, что старые способы перестают работать, если вы чувствуете, что вы задыхаетесь в той жизни, которую вы вели, если вы не видите, куда идти, то моё намерение по поводу этой программы именно помочь таким людям, вот то преображение, тот, вы знаете, как вот, когда феникс уже готов воспламениться, вот когда он уже готов переродиться, вот создать условия, чтобы это было не драматично, потому что когда я это переживал, я, конечно, не был бережен к себе, но создать условия для качественного преображения в безопасности, в более бережном отпускании прошлого, в более аккуратной, недёрганной, не агрессивной сонастройке с собой и со своей новой динамикой. Помощь в этом для меня является намерением, которое заношу в эту программу. Вот. Помочь, если вы находитесь на этапе перерождения, на этапе реальной качественной трансформации. И тут будут очень мягкие части, но будут и очень важные и твёрдые элементы. Твёрдые части. Часть из них будет связана с внутренней частностью, которая возникает не от ума, а от достаточно ясного голоса внутреннего, внутри нас. Он бескомпромиссен абсолютно. Часть из них будет связана с активными действиями. В этом плане мы впервые привносим в духовную практику активный элемент, направленный не на Бога из серии «медитировали, потанцевали, мантры попели», а то, что не впервые, конечно. Это известно в восточных философиях как сострадательное действие, действие из сердца. Но мы немножко расширим это понятие. И это будет тоже часть духовной практики, которую мы закладываем в этот курс. И будет часть чистой высшей алхимии, которая связана с обретением Я-Есмь. Это вообще космос, про это даже довольно сложно сформулировать именно в рамках короткого интервью, что это такое. Но эта программа будет более интенсивна, чем просветление, и более может быть такая, знаете, как терпкая, что ли. А те, кто не проходили просветление, могут прийти к тебе сюда на преображение? Это одно не требует другого. Мы говорим о том, что это вторая ступень, но если вы следили за моими роликами на Ютьюбе последние годы, то, скорее всего, вам будет достаточно этих роликов. Поймите правильно, хоть и мы и говорим о том, что у духовного процесса есть свои стадии, они у каждого человека в своей индивидуальной конфигурации. Мы не понимаем и не можем... Я поэтому большой противник любых духовных школ, потому что это так же, как и бизнес-молодость. Одно и то же. Ты берешь человека вот такого, и ты его просто обрезаешь до какой-то своей правильной концепции, потому что у тебя так было. Вот у меня было так, поэтому все мои ученики будут духовно расти в этом. А ученик, может быть, у него вообще другая конфигурация опыта. Может быть, он уже интуитивно все знает, то, что ты хочешь ему дать. Может быть, ему вообще скучно в этом. Поэтому максимальная свобода, максимальное комбинирование любых вещей, любых подходов. Опять же, все в доверии к тому, что придут те люди, которым будет ценно именно это, и не придут те люди, которые будут... не смогут оценить это. Потому что иногда важно не только то, кто пришел, но и тот, кто не пришел. Я думаю, это тоже одно проистекает из другого. То есть вряд ли к тебе вдруг придут те люди такие, интересно, пойду-ка посмотрю, результат не гарантирует? Что за беседы? Чем мы там займемся? Ну, я думаю, что все к себе идут именно с позиции, с готовностью. И с таким же намерением, как и ты. И встреча как раз вот этих взаимных намерений гарантирует результат. Ну, видишь, опять же, подход трехмерный, это когда я пытаюсь узнать, что людям нужно, и пытаюсь им это предложить. Ну, ты же что-то делаешь, ты же знаешь, что людям нужно. Подожди, ты описал сейчас, в мире такое, нужно вот... Понимаешь, это мы сейчас так сформулируем, но скорее, когда рождается программа, она приходит откуда-то, и я вообще не понимаю, нужна ли она кому-то. То есть на полном серьезе. Мы, конечно, сейчас... Я уже рационально осмысляю, понимаю, да, что это в духе времени, что это подходит. Но мы не стараемся узнать, что людям нужно, а потом сконструировать какого-то Франкенштейна, который даст всем ответы на все вопросы. Приходит что-то, что там Бог, мое высшее я, хочет выразить через меня. Ну, наверное, поэтому существует огромное количество учителей, огромное количество духовных школ, которых ты не признаешь. Но тем не менее, на каких направлениях мастеров, практиков, философов тех же. Потому что каждому свое. Да, но я хочу, чтобы мы понимали, и для тех, кто нас смотрит, я хочу, чтобы вы понимали, что дьявол искушает до последнего, и духовного он искушает еще сильнее. Если мы говорим о трехмерном, то там форма... Мы как легко входим в зависимость от формы, от моды, например, от пищевых привычек, от чего-то. Ну, от трехмерного, от материального. Так легко мы их и меняем. Мы понимаем, что они иллюзорны, но в духовности дьявол постоянно искушает формы, но более высокого порядка. Он говорит, вот эта школа, если ты уже сюда зашел, иди до конца. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы больше, чем любая школа, больше, чем любой подход, больше, чем любой мастер. Ваша личностная вот эта конфигурация, она только ваша. Никто, даже самая великая гадалка с канала про гадалок не скажет вам, какой вы или какая вы в своем естестве. У вас есть, по сути, только два варианта. Либо пытаться ее вот куда-то всунуть вот это, да, либо все-таки включить внимательность и взять ответственность за изучение этого, узнавание этого, исследование этого. И скорее даже вот эти, почему-то наши программы мы позиционируем не как программу духовного развития, а как поле для исследования себя. Мы делаем, я говорю какие-то слова, чтобы отвлечь ум, типа в медитации. Мы ставим красивую трансформирующую музыку от Роберта Коксона, который специально для нас напишет музыку, вложит туда все свое намерение для того, чтобы это тоже помогло. Но это все просто нужно для того, чтобы создать условия, чтобы вечеринка состоялась. А ты, видя, не голая главная. Чтобы не голая. Придется обнажиться, потому что истину своей души иногда признать можно только так. Что влияет по факту на то, какой выбор будет делать человек в плане вибрационно, с какой полки он будет брать или на какой полке он будет проживать. Возможно, существуют разные уровни души, разные уровни сознания, не знаю чего. Не уровни, но давай так, человеческую метафору приведем, разные уровни зрелости души. Душа все-таки вещь, которая, с одной стороны, всегда пребывает с Богом, она вечно во все стороны, она всегда есть, всегда будет, она находится вне трехмерности. И в этом плане у души действительно нет уровней. Но у нее есть локальный опыт. И вот этот локальный опыт вот в этой трехмерности, да, в этом плане очень интересно, как это устроено. И можем потом в других каких-то видео поговорить о том, как души накапливают опыт, как они его сейвят на планете, сохраняют. Ну да, это очень интересно. Потом, как они берут, какое имеет отношение кристаллические структуры к этому. Но суть в том, что локальный чемоданчик опыта, вот я такую метафору давно очень использую, что у души есть чемоданчик. То есть сама душа не меняется, но у нее чемоданчик богатеет. Так вот, этот локальный чемоданчик действительно в рамках трехмерности определяет, на что человек готов осмелиться. Потому что вначале, конечно, все очень страшно, все очень непонятно. И душе нужно уткнуться с разбега иногда, уткнуться в то, что если она будет дальше бояться жизни и дальше бояться неопределенности, то она будет каждый раз за разом страдать. Хотя ей будет казаться, что она избегает страдания, но она будет все время страдать. И вот это то, что с человечеством сейчас происходит. Мы опять утыкаемся в старую норму и можем осознать, что так больше не надо, так больше не работает, так больше не надо делать. Пожалуйста. И вот когда человек выбирает, осмелится и узнает, а что там внутри, а могу ли я за это взять ответственность, а могу ли я это попробовать, вот тут начинается возрастание чемоданчик богата. И действительно, качество проживания это скорее вопрос количественный. То есть сколько опыта прожито, и сколько этот опыт, насколько этот опыт накопился. однако надо понимать, что от этого количества переход в качество тоже не обязателен. В этом плане это загадка для бога. Наш мир имеет смысл только потому, что бог не знает, какой будет результат. Мы, может быть, опять сейчас самоуничтожимся. Ну, этого не будет. Но такой потенциал может быть. Мы можем опять самоуничтожиться и опять начать с низших форм сознания. Да, у нас будет опыт этого, как и предыдущих неудач цивилизационных, на этой планете, на других планетах. Вы за это услышали? Будто мы в правильном месте для этого. На канале Тайной жизни. Как если бы был бы канал, где можно не стесняться говорить о других планетах. И где приходят мастера разные, да? Блин, давайте создадим что-нибудь подобное, а то нет. Надо, наверное, да. Опять же, даже богу неизвестно, когда человеческая душа осмелится. Уж тем более мне, когда ты спрашиваешь, могу ли я помочь в преображении. Условия создать, да, но только богу известно, пойдет ли человек в них или нет. Вот это настоящий выбор. И это то, вот когда я очень люблю эту метафору, когда ангелы замолкают и отходят в сторону, когда человек оказывается перед этим выбором. Потому что вот прям вот здесь творится вселенная. Потому что от этого маленького выбора человека, пойдет ли он выше, или он сохранит свое сознание на старом уровне, зависит от того, ни много ни мало, какие физические константы будут у новой вселенной, которая будет твориться там в других местах мироздания. А кто делает этот выбор? Мышление человека, разум человека, душа человека, сознание человека? Все вместе, все вместе. Вот в этом, знаешь, я смотрел материал об одной теории, которая говорит о том, что наш мозг, он, его работа, хоть мы и считаем мозг типа трехмерной хренью, которая может только выживать, но его работа, как будто бы есть намеки, что она основана на принципах квантового мира и квантовых процессов. То есть это такой квантовый компьютер, который невозможно описать исключительно математической или логической парадигмой. И как будто бы мы знаем, что наш мир творится из квантового поля, но если наш разум квантовый, то можно предположить, что обладает квантовыми характеристиками, можно предположить, что есть вот это таинственное высшее я, находящееся, которое творит постоянный мир и проживает его через нас. Вот тоже, знаете, был бы канал, где о таком можно говорить. Но мы же, кто ему дает команды? Они нашли сознание, нашли разум, дают ему команды. А вот здесь магия. Потому что мы не понимаем, что было раньше, что было позже. Потому что эффект наблюдателя удивительным образом, и это доказанное наблюдение, поворачивает время вспять. Мы не понимаем, где причина и где следствие. Квантовый мир, наше сознание, лежит вне причинно-следственных категорий. Это то, что высовывается из вот этого потока жизни. Помните, мы говорили, что ты говоришь, есть же что-то вне этого всего, представьте, что мы полностью в потоке, а голова, антенна торчит наружу. И в этом плане никто не понимает, как происходит процесс качественного изменения. Для меня это магия. Вот понимаете, какая история? Мы все очень, опять, соблазнены вот этой линейностью. Психологи говорят, вот если будешь делать это, то, скорее всего, придешь к такому результату. Но проблема в том, что мы так успокаиваем себя. Ведь на самом деле с одним человеком идешь этот путь или с другим, и никто не знает, почему у одного получается, а у другого нет. Никто не понимает, что конкретно здесь работает. Никто не понимает, что конкретно высвобождать. Мы можем найти объяснение, но мы не можем, можем найти какое-то, знаете, вот как была долгое время теория сертониновая, да, депрессии, что депрессия возникает из-за баланса микроэлементов и нейромедиаторов. А оно сейчас уже не модное? Это дело не в моде, не в моде. Но любой человек, который работает с людьми, скажет, что да нет. Да, это проявление, что нарушается, но что действительно стоит за этим? Какие глубинные пласты нашей психики, многомерные, там как-то двигаются, колеблются и расправляют плечи, да, вот это, шевелятся, из-за чего у нас происходят какие-то внешние проявления, внешние какие-то артефакты вылезают в виде депрессии, неврозов, там болезней и так далее. Мы хотим думать, что мы это контролируем, но правда в том, что любой человек, который действительно искренне и внимательно работает в этой индустрии с людьми, я думаю, что меня поддержат люди, которые тоже работают с лидерами, воспитателями, педагогами, они понимают, что хоть мы и привыкли к этому, но это не исключает того, что это магия. Мне кажется, что тут неспроста все-таки люди пытаются выявлять закономерности, пытаются находить причины следственной связи. Это двигает эволюцию, конечно. Ну, потому что даже, а что будет с твоей психикой, если ты действительно вразумеешь тот факт, что тут вообще все очень непонятно, все очень неточно, все очень не гарантированно, и как вообще... Две точки зрения. Нет, но с другой стороны, у тебя же есть какое-то большинство, которые делают вот это, ходят в зал, качают мышцы, правильно? Трехмерный мир подчиняется трехмерным законам. А в 5D такого не будет? В 5D такого не будет. В 5D нет причины следственной. Что мы будем кушать сникерсы и худеть? Или как? Это одно из немногих, но просто эта идея кушать сникерсы отпадет сама по себе. Но смотри, надо признать, что наш духовный путь и даже наша высшая психическая деятельность, не говоря уж о нашей судьбе, не подчиняется трехмерным законам. Бог не лежит в этом. Его не натренировать, его не накачать гантелью, его не растолстить сникерсами и марсами. Он не тут, не вот в этой нашей контролируемой реальности. Мы должны, разумеется, наша трехмерная часть, все познавать, учиться жить в мире друг с другом, учиться жить здоровую полноценную жизнь, правильно питать наше тело. Это много ума не надо для этого. Нужно просто чуть-чуть критического мышления и умение анализировать факты. Но если мы пытаемся это спроецировать и на Бога, мы, к сожалению, практически всегда получим очень жесткую пощечину. Знаете, как вот правильно... В чем попытка спроецировать это на Бога? Мировые религии, они говорят, почему нельзя упоминать Бога в суе, почему запрещают иногда даже гадание, гадательные практики. Потому что, когда ты пытаешься своим умом влезти вот в этот квантовый процесс, то нарушается чудо. Ты лезешь недостаточно изящным инструментом в поле, где постоянно творится магия. Стой, так мы же вообще про то, сейчас говорили, мне кажется, часа три, как важно развиваться и как раз именно уметь... Я такого не говорил. А, да, ну все. Важно соответствовать себе. Мы говорили про эволюцию, мы говорили про новое время. Оно разве не предполагает того факта, что мы не будем противопоставлять, вот там есть магия, в суе мы не упоминаем, что-то происходит, а мы тут сидим. Ты знаешь, все принципы очень подобны друг другу. Так же, как наука не понимает, как помирить феномены квантового мира и феномены проявленного мира, как из непонятной каши потенциалов формируется твердая вселенная, где все прогнозируемо, где гравитация работает таким образом, сильная, слабая, или это магнитное зависит, и таким образом работает. Как? Да? Как так получается, что из ничего появляется все? Но они точно заметили, что в квантовом мире законы нашего четырехмерного мира не работают. А нам нужно стремиться их познать? Нам туда же нужно. Я думаю, что мы не способны, пока мы в рамках этих тел, мы не способны это чудо действительно понять. Мозг все-таки очень ограниченная структура. Как тогда ты можешь охарактеризовать? Результатом не поймешь источник, понимаешь? И невозможно инструментом понять творца, который создал этот инструмент. Но мы можем договориться и жить с уважением к этому процессу. И мы можем пользоваться этим процессом. Я люблю эту метафору про Ламборгини или про любой автомобиль. Большинство людей, которые выводят автомобиль, не смогут починить двигатель. Они не знают, как он устроен. Они не понимают, как устроена электроника. Ты не понимаешь, как работает твой телефон. А если будет еще там квантовый процессор внутри стоять, вообще будет непонятно. Но мы можем этим пользоваться. Так вот, каким-то образом люди в своем интуитивном процессе научились устанавливать связь с этим источником, с этим чудом. Но когда ты пытаешься это чудо поставить в услужение вот этому, я говорю, в чем проблема? Не в том, что ты пытаешься достичь слаженности с собой, что ты пытаешься наладить контакт, что ты пытаешься жить в потоке жизни, что ты пытаешься соответствовать своим изменениям. Дело не в этом. Дело в том, что когда ты выбираешь себе трехмерную цель из серии «Я хочу быть худым, Бог подскажи как», или «Я хочу быть богатым, Бог подскажи как». И вот здесь происходит опять это схлопывание разных уровней. Квантовому миру, вот этому межпространственному Богу, ему это не его задача. Почему ты считаешь, что там есть какая-то определенная задача, и разве ему есть дело, что ты, ну не то что просишь, что ты материализуешь, например? Конечно нет. Я говорю, что эти вещи, а он скажет, Бог скажет, окей, сотвори, сотвори. Но мы же откуда пришли к этому текущему диалогу? К тому моменту можем ли мы понять, кто действительно совершает выбор внутри нас? Я говорю о том, что это именно то, что для нашего ума останется загадкой навсегда. Кто совершает выбор, и как подчинить вот этот вот, ну скажем так, можно ли подчинить вот это тонкое, душевное своим трехмерным целям? Практика показывает, что... А какое твое мнение по этому поводу? Нельзя, конечно. Нельзя. Более того, я говорю, что мне кажется, что жизнь довольно жестко наказывает за попытку... Я сейчас опять же категоричные вещи говорю, я могу это смягчить, но жизнь дает пощечину, когда ты пытаешься профанировать Бога и опустить его, и профанировать чудо-творение, когда ты начинаешь к нему относиться как к чему-то обыденному. А я сейчас там типа помедитирую, и мне миллион долларов свалятся. Сейчас все люди там, кто этим занимается, ты что? Ты же просто крах системы. Такая у меня роль, да. Такая у меня роль. Если ты играешь в это, если... То Бог смотрит на тебя как на ребенка, ну окей. Подожди, мы сейчас не говорим то, что материализовывать материальные, хотеть и пытаться материализовать материальные вещи, это плохо? Или ты... Нет, конечно, нет, конечно. А что ты говоришь тогда? Я говорю о том, что когда ты пытаешься поставить высшее на службу своим трехмерным целям, и когда ты его ставишь в подчинение этим целям, вот тут происходит нарушение всей системы. Или когда ты считаешь, что ты все можешь понять. Вот за это у меня есть любимый коан, буддийского мудреца, отшельника, монаха, к которому иногда приезжали ученики, и главный его был такой скил, навык, что когда он поднимал палец, ученик достигал просветления. И приехал новый ученик, наслышанный об этом, и никак не мог понять, как это работает. И он зашел в ущелье, за ущелье, спрятался и начал поднимать палец. Думал, сейчас должно тоже как-то заработать. Учитель увидел, что ученик поднимает палец, взял катану и снес ему палец. Ученик в полном замешательстве, не понимал, как это, почему так. Он из-за злой и расстроенный. Но тут учитель поднял большой палец вверх, и ученик все понял. Так вот, есть вот это вот. Какая полная гуманизма история. Трехмерная тушка это безумно важная вещь. Но не более. Еще раз говорю, для тех, кто не знает магии, мир полон физики. Да, да, да. Постоянно везде мерещатся физиками. Да, да, да. Так вот, не исключайте чудо. То есть, хоть нам очень хочется сейчас все подчинить нашему вот этому, ну, поколению, дорвавшееся до до самореализации. Мы думаем, что мы все сейчас Бога отменим, да, и чудо отменим, и все просто поставим всю вселенную на службу своему инфобизнесу. Это наказуемо. Наказуемо не Богом, но наказуемо тем, что ты создаешь искажение здесь, которое создаст искажение здесь, которое создаст искажение вокруг тебя. Пусть будет место чуда в твоей жизни. Пусть будет место чуда в вашей жизни. Мне кажется, это хорошее. Пусть будет место непредсказуемой радости, непредсказуемой трансформации. Пусть будет место преображения, хоть это и звучит двусмысленно в вашей жизни. Пусть это... Оставьте для этого место. То есть здесь основное, что нужно из этого вынести, не пытаться все объяснить, не пытаться все постигнуть и просто принять, что существует что-то высшее, причину и следствие, чего мы никогда не поймем. Правильно? И нормально к этому относится. У Бога нет причины и следствия. Это практически... То есть это то, что даже рационально можно вынести как факт. Потому что, опять же, когда мы выходим за рамки четырехмерности, там больше нет этого вещи. То есть время, оно в квантовом мире вообще идет не так. И причина и следствие может нарушиться. Поймите правильно, то, что мы считаем это непредсказуемым или чудесным, не значит, что мы не можем попытаться установить с этим связь. Более того, Бог очень хочет, чтобы мы установили эту связь. Ты только что другое говорил. Подожди. Единственная для него радость, когда мы вспоминаем о том, что он есть и открываемся для него. Когда ты эту любовь, которая есть для тебя и в тебе, пытаешься выгоднее упаковать для того, чтобы твоей там тушке или твоему эго стало хорошо, то это немножко как-то несоизмеримо. Это несоизмеримые подходы. Это то, что, ну, условно говоря, можно назвать проституцией. Великое чудо любви, когда мужчина или женщина соприкасаются в интимном контакте. Почему мы проституцию считаем тем, чем-то недостойным? Потому что мы профанируем любовь и не сводим ее исключительно до потребности и до самоудовлетворения. Так вот, к сожалению, большинство эзотерического рынка это такая же проституция, только еще более страшная, потому что торгануть телом, ну, это неприятно с гигиенических соображений, может быть, соображений здоровья, но это не вредит душе напрямую. Но уводить человека от красоты и объема любви, которая у него может быть от Бога, уводить его от мира и спокойствия, от чувства принятости и любимости в пользу невротического напряжения, которое создают все эти предсказатели, гадалки, прокачивальщики всех чакр и прочая эзотерическая шушера, вот, к сожалению, это однозначно может быть расценено как блядство. То есть есть условный мастер-практик, который вошел в контакт с Богом условно, а потом он такой, а сейчас я за денежку буду туда водить людей или как, вот эта проституция или что здесь, но он рассказывает свой путь и показывает тем, кто тоже хочет прийти к Богу. Я не сказал, что весь эзотерический рынок такой. Ну, я в принципе не весь. Я говорю лишь о том, что когда, помню правильно, денежка неплохо, это способ выживать в этом мире, более того, это способ вознаграждать друг друга. Сложноватый, просто немножко так говоришь, в одном... А ты не могу давать так, а невозможно тонкие вещи дать однозначно, потому что это нужно почувствовать, нужно почувствовать акцент. Что стоит на первом месте? Очень просто. Что стоит на первом месте? Понимаешь ли ты святость того пространства, куда ты вводишь людей? Понимаешь ли ты его характеристики? Понимаешь ли ты его неуловимый характер? Понимаешь ли ты драгоценность этого места? Или ты до сих пор в нем сомневаешься и просто его красивенько так вот раскрашиваешь и начинаешь ярмарку из этого устраивать? Это можно почувствовать только здесь. Опять же, так же, как и истинную любовь от проституции тоже не всегда снаружи можно отличить, особенно в нашей эпохе, ты же понимаешь. Ты же понимаешь, как мы это... Не, ну, когда мы видим инстаграмы, когда мы видим всю эту культуру отношений на показ, и это выглядит, может быть, очень романтично. У него все признаки реальной любви, все правильные фотографии, все правильные поцелуйчики, но ты внутри можешь почувствовать, что это не то, чем является. Классно, что на тайных жизни можно сказать слово блядство. Блядство, блядство. Это эксклюзив... Пользуйся случаем. Это эксклюзив для этого канала. Это очень хотел. Я не использую мат обычно в своей жизни, но здесь это вот именно то, почему... Это тот смысл, который очень важно донести. Вот кого мы называем этим словом на букву Б? Вот почему это ругательство? Потому что, когда мы говорим это слово, мы подразумеваем, что человек берет что-то ценное и предает это. Обычно мы подразумеваем, что он предает нас, например. Но на самом деле самый высокий уровень вот этого предательства, это предательство твоей настоящей энергии, твоей сути, твоей чистоты, твоей красоты, твоей любви, твоих высших устремлений. Вот что такое это самое. Ну какие-то принципы, наверное, у тебя есть? Принципы растут из этого уже. Условно говоря. Принципы растут из твоей сути, но не наоборот. Ну и сформулированы для тебя твоя суть, она чем? Какими-то принципами, наверное, которыми ты руководствуешься в жизни, правильно? Мозг постоянно формулирует, уничтожает, если это здоровый мозг, и переформулирует, потому что твоя энергия находится тоже в динамике. Твоя этика, она тоже эволюционирует. Вот этот нравственный закон внутри нас, он тоже имеет свойство эволюционировать. Он всегда соответственен тому времени, когда мы живем. Именно поэтому нас сейчас могут угрызать совесть за те вещи, или угрызать чувство боли и несправедливости, за которое раньше мы бы не почувствовали ничего. Потому что мы тоже эволюционируем. У нас это внутреннее чутье растет. И возвращаясь к вопросу формирования своей реальности, давай все-таки проясним. Ты говорил несколько раз, когда я тебя спрашивала, мы же сами создаем свою реальность, ты говоришь, вроде как, как мне показалось, ты говоришь, да, ты сам создаешь свою реальность. Смотри, что считать мы? Мы опять пытаемся сейчас, кто я тот, который создает эту реальность? Тот ли это мой ум, который посмотрел сегодня в кошелек, понял, что он что-то много потратил, начинает визуализировать деньги? Тот ли этот я, который подошел к зеркалу и сказал, что-то я набрал вес, а надо пойти в зал? И все грани тебя, все уровни тебя. Тот ли я, который возникает, когда я отражаюсь от окружающего мира, вот этот самоосознающий мозг, или же я это тот, кто делает выбор на основе бесконечного множества интенсивных энергий и делает этот выбор абсолютно загадочным, нелинейным, нематематическим образом? Вот да, мы все створим нашу реальность, да, у нас у всех свобода есть, но нет, наш ум не способен реальность никаким образом на нее повлиять, наш ум не способен ничего делать, если мы особенно живем из страха, из реакции, из вот этого всего, потому что ум беспомощен, он абсолютно беспомощен, у него есть только воля, волей можно нагнуть, но создать здоровую систему невозможно, мы это все знаем, просто по опыту нашей жизни, мы не можем никого не влюбить, не заставить нас слушаться в долгой перспективе, мы можем лишь изнасиловать так, что человек нас будет бояться, но это не создаст новую систему, это создаст искажение уже существующее, поэтому ум, реальность не творит, то, что я считаю собой на уровне личности, конечно, реальность не творит, но когда со мной что-то происходит, хорошее или плохое, в этот момент творю или я реальность? Конечно, потому что какой-то аспект меня вне временной, высший, низший, справа, слева, спереди, сзади, возможно, он таким образом проявляется, и с этой точки зрения, да, конечно, я творю реальность. А делая выбор как раз на разных вибрационных уровнях, как ты говорил, события может быть каким угодно, вопрос в том, как ты на это реагируешь, как ты его опишешь, правильно, и с чем ты пойдешь дальше, наверное, вот ты, например, проживешь это. Ты реагировать не можешь по-другому, у тебя все равно реакция, она на то и реакция, что она реактивная, она такая, какая есть, ум умеет так реагировать, как есть, но дальше возникает опять вот этот зазор между стимулом и реакцией, в который буквально квантовый процесс вмешивается. Возникает вот это быстрое высовывание из четырехмерности, из причинно-следственных связей, и человек может либо забыться и пойти дальше в реактивной жизни, обычно закрепоститься на что-то, еще стать более этим, что и ведет человека к смерти, потому что он в течение этой короткой жизни набирает столько защит, что ему единственный способ умереть, чтобы обновиться, снять эти защиты. Либо, и вот здесь уже фактор X, который связан с человеческой душой, с его высшими намерениями, и на самом деле с его уровнем контакта с собой. Здесь это брало неприкольно, что чем глубже в себя, тем как бы меньше свободы, потому что ты от мира отдаляешься, но тем на самом деле больше власти и свободы у тебя получается творить, у тебя получается выбирать. Это не описать словами, но, говоря о технологии, мы примерно знаем, куда нужно направить внимание и куда его не нужно направлять, чтобы, знаешь, как Бозон Хиггса, они сделали огромный коллайдер, они создали все физические условия, не для того, чтобы его точно получить, но что если он проявится, они смогут его зафиксировать. Не по прямому признаку, потому что Бозон Хиггса это просто складочка такая, это просто тень чего-то, но по отблеску, понимаешь? И так же и здесь, зафиксировать даже для ума отблеск чего-то многомерного. Вот это и есть просветление, потому что ум такой, нифига, я-то думал, я здесь один, а там внутри вот что происходит, и я это вдруг почувствовал. Вот это классно. И вот это то, что, знаешь, есть люди, которые ходят на рыбалку и сидят вот всю ночь в ожидании той самой рыбы, или приходят с телескопами и ждут, что они увидят то самое затмение или ту самую комету, она может не прилететь сегодня. Сегодня может быть небо затемненное, может рыбы не плюнуть, но ты ходишь, потому что это поистине духовный процесс. Ты ждешь волшебства. И это, кстати, состояние мирит наша детская позиция и наша взрослая позиция, потому что функциональный взрослый все так же, как ребенок ждет волшебства. Но после фиксации, если тебе повезет стать свидетелем этого чуда твоему разуму, это меняет тебя. Неужели ты сможешь продолжать делать такие же реактивные выборы? Вот о чем я тебе говорю, ты, наверное, уже... Ты знаешь, какая штука? Может быть, сможешь какое-то время, но это знание будет тебя будоражить. Ты его не сможешь развидеть. И что дальше обычно происходит? Ты встаешь на путь как раз... Человек обычно, когда с этим сталкивается, он пытается это вытеснить на первом этапе. Именно поэтому мы испытываем все те самые спектры неврозов и расстройств, которые у нас есть. Это все попытки подавить вот это настоящее. Это самый безопасный путь. Сказать, этого нету. Да, отрицание. Показалось. Показалось, да. А потом это начинает потихоньку внутри тебя прорастать. И ты либо удерживаешь свою структуру, и тогда тебя она разрывает, ты умираешь. Либо это зависит уже от вот этого непонятного непонятной опытности души. Ты все-таки понимаешь, что это... А, наверное, опытность души это количество признанных чудес, которые ты признал. Это количество тех моментов, когда ты, опять же, по неизвестной причине для нас... Я не пытаюсь объяснить все. Это неизвестная причина для нас. По неизвестной причине ты не вытеснил и не отвернулся от проявившегося. Почему-то ты сохранил это. Ты почему-то остался. И позволил этому изменить тебя. И тогда твоя следующая реакция, ум такой, о, что-то есть. Она уже немножко другая и еще немножко другая. Таким образом, признавая реальность тонкого, мы меняем проявленное. Ты ничего не поняла? Нет, ты знаешь, я только начала понимать к концу четвертого часа. Нет, я, конечно, шучу. Нет, на самом деле, все понятно. Знаешь, я, наверное, уже приближаясь к концу, хотела бы тебе такой вопрос задать. Если сформулировать в текущих реалиях, которые мы свидетельствуем, я имею в виду, на этапе мировой эволюции к нам находимся, как выглядит вот модель вообще твоя проживание, которую ты можешь сформулировать в слованнике. Ну, например, я тебе скажу, я человек 3D, а тебе скажу, ты ставишь себе цель, простраиваешь стратегию, начинаешь к ней идти, я верю в хорошее образование, системную работу, и погнали. Понятное дело, что это очень простое описание, ну, каких-то просто там продвижения по жизни, да, которое в мое, все базируется все равно на неком вот моей индивидуальности, энергии моей души, моем предназначении, из этого я выстраиваю цель, из этого я выстраиваю стратегию, и погнали, я так реализуюсь. Да. Как твоя выглядит? Это не исключает, опять же, наша жизнь в плане самореализации как профессионал или как творец. Ну, тем больше, возьми объем, не сужая это до какого-то там профессиональной реализации, в принципе. В жизни жить как надо. У меня есть мое кредо. Я пожил вот так какое-то время, я занимался бизнесом, я пытался стать лучшей версией себя, я пытался достичь успеха во всем, типа, что, типа, мне попадалось, пытался туда как-то вскарабкаться, и я понимал, что конкретно в моем случае каждая эта попытка уводила меня от чего-то очень ценного во мне. Я это просто ощущал, я ощущал как как ненасыщаемость. И в те моменты, когда я достигал того, чего я хотел трехмерно, я понимал, что я что-то очень важное выпускаю. И для меня мое кредо очень простое. Я пока могу и сколько могу, я доверяюсь. Это можно расшифровать. Доверяешься чему? Вот. Это можно расшифровать. Доверяюсь мудрости и доброте той реальности, которая есть вокруг меня. То есть я выбираю верить, смотри, я выбираю верить, что обстоятельства, которые есть вокруг меня, они, во-первых, а для меня, а во-вторых, они не несут в себе ничего дурного для меня. Что это хорошая среда. А второе, я выбираю верить, что если я буду, опять же, выбираю верить, что если я буду поступать из своих более сложных состояний, а не только из моих страхов, а из моего я, если я буду привносить частичку своей правды, которая тоже неуловимая фигня такая, знаешь, то есть это, это как вообще, да, оно просто ощущается. Мое не мое, верю не верю. Если я буду привносить это, то да, я узнаю, что я более уязвим в этом пути, потому что я не использую методики, которые дают людям уверенность. Я более наивен и, может быть, искренен в чем-то. Меня легче задеть, меня легче уловить о чем-то. Но я выбираю верить, что этот путь для меня правильный. То есть, насколько могу, пытаюсь действовать из себя, из своего духа. Это не значит, что я делаю медитацию. Медитация в духовной работе не имеет прямого отношения. Духовная практика не имеет прямого отношения. Настоящая духовная практика это когда ты осмеливаешься поступать в соответствии со своим духом. Как? Не знаю. Получится ли это, типа, получится ли это доказать, что это работает? Абсолютно точно нет. Будет ли подтверждение, что это работает? Нет. Общих не будет. Чувствовали ли, что это правда? Абсолютно точно да. То есть, все положено на чувство правды, к которому ты идешь, к которому ты пришел и с которым ты идешь. А у нас ничего другого как будто бы и нет. Пока мы ставим цели, идем к успеху, становимся теми, кем мы себя видим в наших глазах или в глазах наших родителей, внутри нас всегда есть этот безмолвный и правдивый наблюдатель, который нас очень любит, но который настолько нас любит, что дает нам свободу играть во все эти игры, но при этом он всегда в каждый момент, если ты осмеливаешься спуститься туда, даст тебе однозначную, это неправильно не сказать неоценку, однозначное отношение и однозначный маркер, соответствует это тебе или нет. И вот мне бы что-то показалось, что будет прикольно попробовать прожить жизнь, полагаясь на это. Очень стрёмно. Каждый раз не знаешь, что будет дальше. Но получается. Пока. Это только вы можете судить. Ну, ты как сам, ты же живёшь, живёшь хорошо и счастливо, значит, оно работает, получается. Ученики довольны, отзывы хорошие. Ну, ты не верила. Понимаешь, когда у меня был... обратная связь от реальности. Когда у меня был самый страшный период в жизни, когда я терял любые убеждения или любые установки, на которые я мог опираться, или был в полном как бы одиночестве, в эти самые моменты вот этот голос звучал во мне ещё более настойчиво и благостно. Тогда можно было бы сказать, что, ну вот, доверие ни к чему не приводит. Видишь, как всё плохо, например. А он тогда как раз таки транслировал тоже очень много чего, с чем нужно было считаться. Как бы ты назвал это одно качество, которое тебе позволило продолжать делать этот выбор? Это смелость, это решимость, это вера. Что это? Ой, нет, пофигизм. Я искренне... По-моему, серьёзно. У меня такая футболка, мне пофиг, я андика. Я такая вера. Объясню, почему. Как так получилось, что мне скучно во всё остальное? Это не трип. То есть там сожрать что-нибудь, это не трип. Построить что-то там большое, это тоже, ну, прикольно, но это не то. То это... Это моя форма риска, это моя форма игры жизни. То есть это азарт в том случае? Всё остальное скучно, конечно, конечно. И мне всё остальное просто скучно. То есть здорово попробовать прожить вот так. Мне кажется, это очень возбуждающая идея попробовать следовать себе. Вот, честно, перед самим собой самый жёсткий трип, который может только человек вообще поймать. Самый большой приход от этого происходит. Это хорошее, мне кажется, финалка и прям резюме записывание четырёхчасового материала. Пофигизм. По полгу, да нет. Ну, в частности, к себе, как стать пофигистом? Саша, я тебя благодарю, что ты пришёл сегодня к нам в тайное сообщество за эти потоки информации, инсайтов, противоречий, мыслей, умозаключений. Это действительно интересно было и для ума, и для разума, и для души, я уверена. Мы ещё раз напомним, давай зрителям, что если они хотят присоединиться к тебе на цикл бесед, а не курс, это можно всегда сделать по ссылке в описании под этим видео, кликаем, переходим, смотрим на красивую картинку Феникса, да, там, по-моему, у тебя проникаемся. Интересно, кстати, будет посмотреть тоже в комментариях, много ли людей проходило первый курс, тогда твой первый, не курс, а первый цикл бесед давно. Я думаю, что мы все найдёмся, помашем друг другу ручкой, когда эзотерические беседы ещё не были вейнстримом. Да. Саша уже тогда записывал. Я, да, я давно хотел. Мы будем рады видеть тебя снова, я знаю, что ты будешь у нас в гостях ещё раз, это суперкруто. Ещё много-много раз. Ещё много-много раз, да, и очень здорово, что можно будет посмотреть и развить, углубиться, ну, какой-то, я не знаю, это, наверное, океан, да, знаний, которые у тебя есть, системы. Ну, здесь самое важное, что это может быть полезным кому-то, правильно? Наверное, всё это ради этого. И привести как раз к правде. Я доверюсь твоим словам. Ага, ты такой-то... Наверное. Наверное. Крупное лицо Саши, который... Ага, ага. Спасибо большое за то, что дали возможность сформулировать то, что чувствую. Это не столь про знание, сколько всё-таки про попытку выразить вот это знание тире состояние. Это всё-таки что-то, как пространство-время через дефис должно писаться. И буду рад с вами побыть ещё. Тогда могу сказать, что до новых встреч в тайном сообществе. Дорогие друзья, подписываемся на все наши каналы. Пожалуйста, лайки, комментарии, делитесь видео, если оно вам понравилось. Мы рады любой обратной связи. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok